Друзья, я включил запись. Это означает, что начинается формальная часть нашего вебинара. Сегодня 15 марта 2023 года, московское время 16 часов 2 минуты. Я сначала расскажу немножко о трудах 27 конференции, которые мы тут вот недавно в печатном виде выпустили. Они теперь доступны в Озоне. Я рассылал всем участникам по нашей рассылке, как это можно закупить. И я знаю, что мне приходили письма примерно от 8 человек, которые сообщали, что желают купить. Вот Людмила Болдырева сейчас, кстати, к нам подсоединяется. Вот она выявляла желание, вот Савинков почему-то звук включился, значит, Болдырева выявлял желание. Но в настоящий момент купили только 3 человека. Только 3 человека. Остальные все... Вот Егоров. Вот она эта книга. Федор, тебе уже пришла она, да? Да, я на Озоне заказал там по ссылке. Еще даже по цене какой-то меньше полторы тысячи даже. А у меня не получилось заказать. У меня сбой с интернетом был, компьютер сломался, я сам заболел. В общем, здесь я повторю попытку. Ну, это да, надо, надо... Я просто знаю, что, например, да, вот Евгений, он хотел купить, но почему-то... Всего, короче, 3 человека, Зайцев вот из этой тройки. Поэтому я еще раз... Ну, вот я не знаю, то ли, я спрашиваю, то ли это не умеют люди, то ли не хотят, но вот желающих купить книгу оказалось чрезвычайно мало. Это типично. Все в основном сидят и ждут, когда же, наконец, вывесят в интернете. Никуда ходить не нужно. Друзья, никуда ходить не нужно. Вам эту книгу принесут домой или вы там куда-то на почту должны будете у себя рядом сходить. Но придется заплатить порядка полутора тысяч, даже, может быть, немного меньше. Озон какую-то странную ценовую политику ведет. Вот мы полторы тысячи там поставили, а Озон почему-то там чуть-чуть меньше продают. Ну, это их дело, и это, собственно, не очень меня волнует. Значит, ну, вот это все по трудам. Короче, их можно заказать в интернете. Нужно еще раз посмотреть в письмо. Ну, например, Кащенко хотел, я знаю, но ничего не делает. Он мои письма не читает. Он считает, что затеребено объявление о вебинаре очередном, и там все ясно, я знаю, как входить. А там еще кое-чего иногда написано. Советую мои письма читать. Теперь, значит, по существу нашего доклада. Ну, вот Федор Сергей Жайцев, вот он у нас сейчас на экране закрепленный, вот, и у него сегодня доклад называется «Детектирование с инсиллятором холодных нейтронов в установках ТНЛТ-Л». Одним из соавторов этого доклада является Годин Сергей Михайлович, который, ну, не очень активно в презентациях этих докладов, но, видимо, активно участвовал, как я думаю, в экспериментальных исследованиях. Что такое ТНЛТ-Л? Федор Сергеевич, наверное, сам расшифрует нам подробненько, поэтому я не буду это делать. Я знаю, что такое ТНЛТ, но не знаю, что такое последнее Л, но, наверное, какое-то важное слово. Это второе выступление Федора Сергеевича на эту тему на наших вебинарах. Предыдущее выступление было 28 декабря 2022 года, где мы проводили заключительный вебинар 2022 года, на котором подводили итоги. И вот там Федор Сергеевич выступил, ну, основы технологии рассказал. Там был такой забавный момент, выяснилось, что Федор Сергеевич не хочет рассказывать о том, как это устройство устроено. Поэтому сообщаю вам сейчас, что, скорее всего, и сегодня он нам этого не расскажет. Но он будет рассказывать о регистрации эффекта. Эффекта на этой установке. И это очень важно, потому что эффект очень важный. И, как авторы утверждают, он повторяемый и легко проверяемый. Поэтому это очень важно, даже не зная, как устроена эта установка. Я напомню, что сегодняшний наш вебинар является вторым вебинаром из серии вебинаров, посвященных тому, а нейтроны ли или какая-то еще сущность участвуют в холодном синтезе. Вот это очень важный вопрос, на который, я думаю, даже сегодня мы не ответим. Но некоторые элементы подхода к этому ответу получим. Предыдущий семинар, вебинар на эту тему был две недели назад, 1 марта, на котором выступал Климов Анатолий Иванович. Напомню, что он рассказывал о расчетах Евстигнеева Николая по таких вот модельных расчетах, при которых рассматривала вся цепочка превращений, когда нейтрон, холодный нейтрон, подчеркиваю, ударяет по какому-то веществу, и что после этого начинается, какие там цепочки реакций ядерных после этого возникают. Это очень важная информация для того, чтобы понимать, что в ядерной физике целый такой спектр различных процессов. И он же там, вот 1 марта, Климов нам напомнил, что были несколько идей, похожих на нейтроны для объяснения холодного синтеза. А именно, тяжелый электрон, это теория Видома-Ларсена, это эффективная масса электрона в решетке, колеблющейся решетке, меняется, ну, отличается от эффективная масса от свободного электрона. И, наконец, это вот знаменитый мионный каталис, который тоже в свое время, он, кстати, обратил внимание, что это на самом деле не Зельдовичья идея, а это, не Герштейна, а это идея на самом деле Сахарова, который ее потом только Зельдовича привлек. А это в закрытых трудах, тогда закрытых трудах Сахарова. Вот такие идеи обсуждал две недели назад Климов. Сегодня будем говорить об эффекте, который измерялся экспериментально, ну, вот в экспериментах Зайцева и Година. Федор, тебе слово. Спасибо. Сейчас я демонстрацию экрана. Ты уже пробовал это сделать, и у тебя все получилось. Ты почему-то потом убрал ее. Ну, главное, чтобы весь экран раскрылся, но не раскроется. Мы знаем, как это сделать. Вот мы видим, пока в виде презентации, пока у тебя еще не получилось. Вот в слайд-шоу тебе надо нажать. Да, ну сейчас вот эта полоска мешает, сейчас я ее сдвину. Так, мешает. Слайд-шоу. Вот-вот слайд-шоу, да. Сначала. Все, мы видим во весь экран. Сейчас эту полоску только уберу куда-то, чтобы она мне не мешала самому-то. Мы-то ничего не видим, это только ты эту полоску уберешь. Да, но она мне закрывает просто часть. Да, да, это я понимаю, я с этим сам сталкивался много раз. Запись. Ладно. Еще раз приветствую глубоко уважаемые коллеги. Спасибо, Валерий Николаевич, за приглашение выступить на ваш семинар. Ну, я принял это приглашение, оно заранее было, давно. Конечно, это большой труд был подготовить эти слайды, осмыслить. Но я надеюсь, что будет интересно, а может быть и полезно даже. Сейчас я запущу тоже к себе секундомер, чтобы смотреть время. Значит, тема доклада озвучена, авторы здесь выписаны. Мы здесь не представляем никакие организации, сами себя представляем. Значит, и вот акцент поставлен на те наши компетенции, которые здесь указаны. Ну, вот я про это, может быть, не часто на этих семинарах говорю, но вообще-то я 40 лет со студенческих времен занимаюсь физикой плазмы, моделированием. А с 91-го года это и термоямерная плазма, начиная с установки джет там и так далее. Значит, цель доклада, цель это обоснование генерации холодных нейтронов и тепловых в установках типа ТНЛТ, обсуждение сложности, не позволяющих применение обычной аппаратуры, в том числе из-за интенсивных помех большой амплитуды, описание предложенной методики представления результатов измерения. Ну и, соответственно, содержание по вот этим целям, введение сложности, измерительный комплекс наш, требования к точности, порог, значит, выше которого уже можно говорить о генерации нейтроновых примеры, сопоставления с данными других методик и заключения. Значит, доклад составлен по новому обзору, вот совместному с Сергеем Михайловичем Гозиным. То же самое название, он уже лежит вот на этом сайте, можно его скачать бесплатно, там новый материал более чем на 90%, что-то пересекать с этим докладом детали, но в докладе есть и новый момент. Это развитие тем, представленных в работах, они здесь перечислены, я потом на эти цифры просто буду ссылаться. Тоже можно скачать бесплатно на том же сайте. ТНЛТ – это трансформация нуклидов при низкой температуре, или это ламповый, там уже целая такая линейка выстроилась, устройств, значит, совершенствовать их пытаемся. Ну, здесь вот я хотел подчеркнуть, что я буду терминологию ЛЕНР использовать, такую звучную, в общем, аббревиатуру, звучная. На самом деле, конечно, там не энергия, а температура, то есть при низкой температуре, а энергия, вот активация, энергия, выделяющаяся, они могут быть очень большими в МЭБЛЕМ. Значит, принцип работы, я здесь так подытожу то, что рассказывал, и, может быть, какие-то новые моменты. Это идея Николы Теслы о резонансной накачке энергии в продольную волну эфира. Ну, в терминах, так сказать, физики обычно это продольная электромагнитная волна. Правда, физика отрицает, что бывают продольные электромагнитные волны, она говорит, что это поперечные, там уравнение МАКС и все. Ну, вот в теории эфира, значит, там гораздо все шире. В трубке организуется тлеющий газовый разряд со стоячими стратами. Они четкие еще называются, так сказать, если по-русски говорить. Параметры таких разрядов известны. Это давление порядка одного тора, 10 миллиампер тока, 1 киловатт напряжения. И здесь нет рентгена, потому что рентген от 30 киловатт. Поэтому, если мы фиксируем рентген, это уже признак ядерных реакций. Значит, обычно страты существуют в узком диапазоне значений параметров. Предложена методика, позволяющая расширить этот диапазон. Вот как раз про эту методику я и не могу рассказывать без ущерба для разработчиков. По остальному, все уже рассказано, я здесь подытожу просто. Страты изучают более 150 лет. Бегущие страты физика пытается объяснить волнами ионизации, именно пытается. Там много вопросов. Но вот утверждает прям открытым текстом, что никак не может объяснить стоящие страты. Вот ссылка здесь приведена. Ну, а в эфирной интерпретации стоячие страты – это продольные волны эфира. Я много этой темой занимался, значит, там не все опубликовано, но все понятно, по крайней мере, с точки зрения теории эфира. Для накачки энергии в разряде используется циклотронный эфирный резонанс, ЦЕР. Это вот ссылка на нашу с Владимиром Львовичем. Расчет условий для ЦЕР требует знания величины плотности эфира, поэтому без этого не рассчитать. Ну, и я это про это рассказывал еще 15 июня на семинаре здесь, что это на звуковых частотах. Это электромагнитные именно волны на звуковых частотах. И, значит, вот этих идей достаточно, в принципе, для создания установки. С этого мы и начинали. Но здесь уже заранее известен результат, поэтому все гораздо упрощается. Мы это действовали с непонятным, так сказать, выходом. Вот, однако, конечно, проще обратиться к разработчикам, так как очень много нюансов, которые придется самим решать. Я здесь хотел отметить, Валерий Николаевич, твоё вот замечание. Ты на одном из докладов у Самсоненко на семинаре заметил, что чёточный разряд у Росси на одном из видео. Я тогда на это обратил внимание, но сейчас я не нашел фрагмент, где-то он записан, но неважно. Да, был такой момент. Ты его, правда, назвал там чёточный, забавно, но тем лучше запомнить, что такой фрагмент был. То есть подбирается с разных сторон народность к этому явлению. И здесь вот пример я тоже показывал. Тлеющий разряд с стоячими стратами вот в этой установке. При температуре функционирует порядка 20 градусов Цельсия. Это, конечно, фантастика. Значит, вводимый в реакторную зону мощность составляет 10 ватт, ну, 10 миллиампер на 1 киловольт. Вот получаем, значит, 10 ватт. В трубке располагается эрекционная смесь, обычно на анозе в форме таблетки. Возможно добавление газов. Вот здесь состав смеси, которую мы опробовали. Боргидрит натрия, никель. Ну, никель здесь везде порошок. Там той или иной фракции, ну, 20 микрометров, например. Значит, алюмогидрит лития, бура 10-водная плюс алюминий. Значит, и вот самое интересное, один раз попробовал я пищевая сода и поваренная соль с никелем. Это тоже работает. То есть это, значит, лисички, как в этой сказке, море спичками подожгли. Значит, очень важное заключение. Вот я в прошлый раз кратко отметил. Значит, опыты с этими веществами и другие эксперименты позволяют сделать предварительный вывод о подтверждении теории Ленар на двойниковых границах на эффекте электроотрицательности химических элементов. Значит, количественная теория Ленар ДГ предложена в 5. Это совместный доклад с Чижом Владимиром Александровичем, с Бычком Владимиром Рыбовичем. Там и предсказаны частоты, в том числе и звуковые, вот как это ни странно. Механизм некоторые предложены и так далее. Но главное, здесь бит информации, ключ, собственно, к подбору смеси, что предварительный вывод – это теория работы. Долго мы к этому шли. Это был 18-й год, так сказать, сейчас 23-й. Ну, еще бит информации тоже важный, что одни смеси больше рентгена генерируют, другие больше нейтронов. Значит, давайте посмотрим вот схему электроотрицательности и смеси, которые здесь приведены. Ну, никель – это двойниговые границы и другие кристаллы, никеля просто их много. Вот водород, смотрим натрий, вот почти в самом низу, литий, здесь же. Смотрим бура, там, значит, алюминий с водой взаимодействует, возникает водород, тоже натрий, еще и кислород. Вот он, значит, выше гораздо находится. Ну, и сода тоже, натрий там есть, значит, соль, хлор, вот хлор, значит, тоже натрий. Так что вот эта теория, надо, конечно, еще эксперименты проводить. И вот я предложил бы просто в своих реакторах попробовать, ну, в своих реакторах тех, кто этим занимается, попробовать вот по этой таблице подобрать смеси более эффективные. Федор, а по горизонтали, значит, по вертикали это у тебя напряжение, да, вот? А по горизонтали что это у тебя? По горизонтали это расположение химических элементов таблицы Менделеева. Тут они не все, но, видимо, они по… Это что, номера таблицы Менделеева? Да, по атомному числу они расположены. Значит, вот ссылочка из Википедии, откуда я взял, там есть комментарии. То есть по массе, не по номеру, а по массе. Ну, наверное, по номеру все-таки. Сейчас я затрудняюсь сказать, это надо просто открыть. Скорее всего, ну, не будем. Значит, по таблице Менделеева. Ну, и вот вывод очень важный, что высокая температура, тысячи градусов, и работа при атмосферном давлении в традиционных подходах затыкает часть двойникового границы, затрудняет пленок. И нужна, в общем-то, не высокая температура, а поиск резонансов. Каждые там установки, это свои могут быть резонансы. Потому что инициация ядерных процессов для устойчивых изотопов, она все равно требует мебных энергий. В обычных условиях это не достигается, значит, эти реакции, значит, с этими изотопами везде шли. Поэтому там неизбежно нужна концентрация. Отсюда вывод дальше будет сделан, что везде почти помехи, и что-либо померить очень сложно. Ну вот для примера, для создания нейтрона, там, скорее всего, теорофизика предсказывает, надо затратить 2,48 меб по схеме бета-плюс расхода, а по схеме электронного захвата 1,46 меб. То есть это мебные энергии. Здесь вот ссылочка указана, откуда я взял. Значит, еще важный момент, который вот я все время подчеркиваю, я думаю, что всем надо подчеркивать его во всех, как говорится, инстанциях, что инициировать ядерных процессов в нормальных условиях не противоречит общепринятым физическим законам, поскольку физика допускает возможность, например, резонансной накачки энергии вещества, значит, необходимые для активации ядерных процессов. Ну, то же самое, мемные катались и другие процессы есть. Значит, изначальный интерес был совершенно вот не в Ленре, а изучал я циклотронный, с товарищами, значит, циклотронный эфирный резонанс. Надо было обосновать, что он есть. Там целая серия экспериментов проводилась. Вот установка стратостат была создана. Значит, все эффекты, сопровождающие Лену, распроизведены в ТНЛТ. Потом уже применили, значит, ЦР к Ленуру. Это первый был кандидат, заранее тоже планировалось. Я хотел подчеркнуть, что все, за исключением странного излучения, излучение можно объяснить генерацией холодных и тепловых нейтронов, используя лишь данные экспериментальной ядерной физики. А странное излучение, на мой взгляд, и взгляд Владимира Львовича, в дополнении мы написали к книге, это эфирный эффект, там его количественный анализ дан. Тлотность энергии в этом странном излучении, в этом использовании оценку Владимира Александровича Чижова, в нем такая же, как в шаровой молнии. И это вот сводит все, как говорится, в одно. Поэтому я буду использовать термин нейтрон, они нейтроноподобные, но еще в заключении я остановлюсь на причинах. Значит, физика на самом деле не дает ясного объяснения, что такое нейтрон, электрон, протон, как они там соединяются. Теорий много, теория не единственная, так сказать, она не изучает, исчерпывающий анализ, как это положено, математически не проводит, а вот будем считать так и все. Значит, поэтому тут непонятно, что нейтрон, что нейтроноподобный. Федор, вот можно я тут вот, ты используешь, извините, друзья, что я вас задаю, но я как ведущий пользуюсь этим правом. Я думаю, что это полезно будет для всех, мой вопрос. Федор, термин генерации нейтронов или нейтроноподобных, сохраняется число вот это вот барионное, или это генерация из неизвестно чего и нуля? Вот поясни. Пока мы не можем на этот вопрос ответить. Мы их регистрируем, а как процесс происходит? Вот в ссылке 5, это доклад с Чижовым-Бучковым, там построена теория некоторая, вот что-то ее никто не упоминает, но теперь будут упоминать, потому что она предварительно подтвердилась. Не буду сейчас отвлекаться, потому что много еще надо, что значит изложить, обсудить. Но как процесс происходит в двойниковых границах, у нас гипотезы есть там, но тут можно фантазировать, пока это проверить нельзя. Электрон из ничего берется или он из какого-то вещества? Нет, нужен водород обязательно, то есть протон. Нужен обязательно электрон с уменьшенным радиусом. Вот это основа теории. Как он там получается? В двойниковой границе энергетики там с запасом, как вот я говорил. То есть барионное число сохранится, то есть протон нужен. В 200 КФ там энергия запасена в двойниковой границе, а для синтеза термоядиновых плазмин на 20 КФ. То есть там может все что угодно. Ну это не мучает меня, Валерий Николаевич, я не знаю ответ на этот вопрос, что там в двойниковой границе конкретно происходит. Гипотезы есть, высказаны еще в 2018 году, значит она подтверждается, а сам процесс образования может быть. Значит, скорее всего там резонансные воздействия на электроны энергии уходят в уменьшение его радиуса, а не в кинетическую энергию, если вот так на пальцах. Потому что он болтается там, не может за стенки выйти, двойниковой границы, там и так все напряжено. Ну и поэтому, а его резонанс раскачивает. Куда энергия деваться? Энергия значит в уменьшении радиуса, обшибает его, как снежок, уплотняет, а не в кинетическую энергию. Значит, но есть еще и общенаучное значение, вот почему эта тема важна, Валерий Николаевич об этом говорил, что рождение нейтронов в обычных условиях, это вообще-то крах теоретической физики. Потому что согласно теории физики, рождение нейтронов возможно только в экстремальных условиях, такие как, например, в центре Солнца. Это не я придумал, так сказать, это из обзоров где-то. Вот, я специально искал, как же все-таки протон с электроном соединяется, ну, только в центре. И меня вообще поражает, вот теория физики, они точно знают, что в центре Солнца происходит, но не знают, что происходит в центре Земли, пола или Луна там, но точно знают, что там в черных дырах, значит, то есть точно знают то, что невозможно проверить, а то, что всех касается, так сказать, актуально, что-то они вот как-то... Значит, ну, это ладно, отвлечение. Ну, и, короче говоря, для максимизации эффекта нужен надежный детектор нейтронов, работающий в реальном времени. Можно, конечно, и по рентгену, но к рентгену может быть там вторичный эффект от распада уже изотопов, особенно короткоживущих. Вот. Ну, идет совершенствование конструкции. Вот ящик был, ТНЛТ ящик, ламповый, значит, сейчас уже Сергей Михайлович сделал способный, значит, ТНЛЦСИ и подбор реакционной смеси. Здесь вообще, честно говоря, нужно лаборатория химическая, значит, и вот перебирать смеси, смотреть, какая лучшека. Сейчас смесь существенно зависит. Значит, вот я... Немножко пространное введение, но все-таки, я думаю, важно здесь еще обсудить. На мой взгляд, источник нейтронов – это шанс для значительного финансирования тематики Лена. К сожалению, за 30 лет изучения эти реакции не показали себя как источник энергии. Вот в никель-водородных, ну, вот полтора, можно верить результатам, это обзоры есть, а больше, сначала больше заявляли, все это в результате, если вывозь там полторашки или меньше. Более того, вот все, наверное, знают эту работу, Евстигнеев с коллегами, они не обнаружили с точностью менее полтора процента выделения тепла в никель-водородных и никель-доктейльных системах. А с Евстигнеевым я работал в частной компании, о которой здесь уже упоминалось, пять лет он там больше работал. Я знаю его как очень такого добросовестного экспериментатора и теоретика. Информация собиралась по всем системам никель-водородным, значит, никель-детериевым, все это воспроизводилось, средства были там. Поэтому я склонен верить его результатам, потому что все-таки калориметрия это очень тонкая вещь, там много химических реакций может идти, тем более тысячи градусов. Ну, например, кислород с медородом сам воспламеняется при 500 градусах. Замечательно все. Значит, ну вот заявляется изменение изотопного состава. Я склонен тоже к этому верить, но большие уж очень цифры заявляются. А здесь вопросы, которые ставили мы в докладе, ну, это Владимир Александрович, Чижов, специалист. Нужно ОСЧ-условия использовать. И ОСЧ-вещества, вообще, кто делал такие эксперименты с Леной? Вот заявляется здесь электрод 4 девятки, но значит, ну, из никеля. Но никель в порошок сам воспламеняется на воздухе, значит, порошок железа чистого, я имею в виду, никеля, тоже, значит, сам воспламеняется. Ну, и как, значит, что там на поверхности электрода должно быть? Алюминий вообще, так сказать, на воздухе не живет без оксидной пленки. Конечно, там никаких ОСЧ-условий нет, и что там на поверхности, вот, то и показывают там всякие диагностики. Вот. Ну, и если, допустим, заявляется там хотя бы сотая процента, это уже много изотопов, то почему нет технологий, никто не предлагает их производству? Редкие элементы, значит, чем там тоннами руду какую-то перерабатывать или даже десятками тонн, вот, значит, генерируют изотопы. Значит, это возникает вопрос. Ну, то есть, я вижу самый перспективный, если это все подтвердится, надо проводить исследования на разных установках, значит, это как источник нейтронов. Какие-то, конечно, ленустройства могут не имитировать. Ладно, теперь вот с введением я закончил, дальше побыстрее. Значит, сложность регистрации нейтронов в ТНЛТ. Главная сложность это высокочастотные электромагнитные импульсы, большой амплитуды от разряда, которые наводят сильные помехи на кабеле. Это кабель идет от детектора к усилителю. Мы что-то с ним не пытались сделать, и оплетка, я покажу потом на фотографии, значит, ничего не помогает, ну, что-то меняет, но из-за земления, но ничего. Значит, эти помехи не усиливаются, это то, что наводится на кабель, потому что усилитель, там, то, что мы использовали, ну, отключаешь кабель, так сказать, от самого детектора, где усилитель, файл стоит, помехи остаются. Ну, и наоборот, так сказать, от источника питания отключаешь, помехи исчезают. Значит, дальше регистрация нейтронов энергии ниже тепловой, вот, а известно, это вот Бехман, что требуется вообще это окно толщиной 700 миллиметров, но таких детекторов нет, ни у кого там, значит, в лучшем случае полмиллиметра. Относительно малая интенсивная генерация холодных нейтронов в типичных экспериментах, вот здесь третий нейтрон в секунду, в 45-е эпистое радиан. Большой коэффициент ослабления потока, значит, вот в этом новом обзоре он рассчитан, показано, там порядка 10 минус 4-й. Ну, и нейтронам свойственны цепные реакции, то есть вспышки интенсивности. И вот мы видим, что они на осциллографе отражаются в виде каскада близких по времени импульсов. Ну, и возникает вопрос, а счетчик что там считает, как один импульс, так сказать, или как шум выбрасывает, или все учитывают. Значит, вопросы эти без ответа, алгоритмы счета. понятно, это ноу-хау, люди там годами разрабатывают все эти алгоритмы. Я пытался найти, но вот сейчас расскажу. Хорошо, что хантек оказался, может такое делать. Значит, и скорее всего такие проблемы, особенно с шумами, во многих ленустройствах возникают, потому что мервные энергии нужны, как ни крути, чтобы изотопы устойчивые, так сказать, что-то с ним происходило, там нейтрон присоединялся, создавался, присоединялся, или еще что-то. Ну, а это резонансы или концентрация энергии. Предел удержания имеется в любой системе энергии, возникает ее сброс. Ну, вот этот комплекс РСУ-Хантек-ПК, значит, детектирование нейтронов это сложная задача, я взял это цитаты из книжек, там Мухина, не существует универсальных методов, вот, более того, нейтрон измеряется повторичным эффектом, который возникает в связи с ним. Значит, мы, конечно, в тех условиях, которые есть, работаем с тем оборудованием, оборудование очень дорогое, кстати, даже простое, детектор нейтронов, да и рентген тоже. Значит, и вот, подробно, было оно в наших условиях серьезной доработки. Вот серийный радиометр РСУ-01 сигнал М, у него есть нейтронный блок СДБ-01, но алгоритм счета не опубликован. Ну, и что там можно ждать, когда помехи в 10-30 раз превосходят по амплитуде и по частоте полезный сигнал? Значит, непонятно. Поэтому мы взяли только детектор СДБ-01, а блок питания к нему и систему передачи сигнала непосредственно осциллограф создал Сергей Михайлович Годин. Дальше в USB осциллограф Хантек сильно помог, он позволяет с помощью тонкой настройки триггера поделять полезные импульсы на фоне даже сильных помех. А в присутствии помех триггер, значит, триггер работает правильно, то есть на экране фреймы отображаются те же самые, которые без помех. Автоматический счетчик вовнутрь сбивается, там в тысячу раз больше показывают, скорее всего, помехи. Ну вот, мне пришлось разработать код, значит, пэкант и скрипт для автоматического счета и визуализации уже вот этих сигналов с Хантека порядка 1200 срок. Там очень сложность была большая, это формат файла, они не публикуют, в интернете их спрашивают, там через месяц ответил представитель этой фирмы, сказал, что у инженеров есть и все. Ну, кто-то там расхакал, я подключил программиста такого профессионального, который с файлами, с там сбитыми байтами хорошо работает, значит, удалось найти в интернете некоторые на питоне там скрипты и дальше понять, что там, как храниться. И где-то это вот, если сложить все, это 4 месяца где-то, 4 человека месяца, значит, чтобы создать такой комплекс потребовалось. характеристики, значит, по паспорту вот РСУ плюс СДБН, там ссылка есть вот в этом обзоре, предназначены для регистрации тепловых нейтронов энергии менее 0,4 вольта, то есть они не указывают нижнюю границу, а 0,4 это вообще-то не тепловые, повыше гораздо, тепловые это 0,0253. Значит, промежуточных и быстрых нейтронов от 1 до 10,4 вольта, до 10 мэр. Почему тут какой-то диапазон у них там выпал? Но нам и не нужен, нам нужен вот этот диапазон. Значит, плотность потока вот такую они дают и погрешность плюс-минус 20%. Значит, СДБН-01 имеет нейтронный сконсуляционный датчик на основе смеси, это в паспорте написано, а вот что там еще окружающие водохраны, содержащие материалы, это удалось понять только из этого, значит, вот припринт, сейчас я к нему перейду, то есть подробности его устройства и работы найти не удалось и не надо мне задавать эти вопросы, как там нейтрон преобразуется, во что и как. Ну, общие принципы я знаю, это, так сказать, в книжках Бекмана, например, там и прочее, а что конкретно здесь сделано, какая смесь и какие эффекты используются, значит, это найти не удалось. Если кто-то знает, будет интересно послушать. Значит, так вот, ключевая здесь работа, которую удалось найти, это припринт ИФВ Кортвино, они изучали вот этот датчик, прибор, точнее, весь, и показали, что, я дальше скажу, значит, показали, в общем, что он от одной сотой электрон-вольта работает. Вот. Ну, еще то, что мы отбросили сам РСУ-01, а там и счетчик, и программное обеспечение, может быть, а, вот здесь, да, написано уже, что вот это они диапазон установили в Кортвино. Значит, невосприимчивость к рентгену мы проверяли сами еще на тех источниках, которые у нас были. Ну, и ПК, сквязь с аксиографом, вот с этим, он может считать интенсивность источника, но интенсивность источника электронов в 100, в 10-100 раз меньшего возможности, так что с запасом хватает скорости, ну, и компьютер, значит, еще зависит от скорости компьютера. Вот, здесь я хотел еще подчеркнуть, что в паспорте обычно все-таки записано, ну, в данном случае у нас нижний предел, завышенный нижний предел, потому что, ну, это серийный прибор, не нужны рекламации лишние, там, тем более возвраты, поэтому значит, может он регистрировать и ниже гораздо, это вот показано в Протвино, ну, по крайней мере, одна сотая там электронвольт, нам это достаточно, то есть, это в несколько раз меньше тепловой, ну, и в несколько раз больше, вот это у нас диапазон, это самое интересное. То есть, короче говоря, общий вывод, что отсутствие специальной аппаратуры можно использовать датчик, минуя, прилагающий к нему штатное оборудование, которое черный ящик, непонятно, что считает в условиях помех. Вот, итак, порядок работы, так сказать, подытожим. Сигнал от детектора нейтронов усиливается, там у него встроенная FELL, и передается непосредственно на USB-осциллограф в контекст, без использования остальной части штатной аппаратуры. Контекст с помощью тонкой настройки триггера отделяет полезный сигнал интенсивных помех большой. Значит, что тут написано? Интенсивных помех большой. А, большой интенсивности надо было написать и малой амплитуд, ладно. И записывает его файл в реальном времени. Пока он считывает в реальном времени поступающие в этот файл данные, вот это тоже была проблема, они там сделали так, что файл этот открывается без права что-либо оттуда считывать, надо ждать пока пауза будет. Ну и, значит, проводит дополнительный анализ и запись в свои файлы уже пригодные для визуализации стандартными средствами. Ну и дальше скрипты с кнопок в реальном времени визуализируют. Ну, я предвижу критику, так сказать, и согласен с ней, что измерений никогда не бывает достаточно. В одну реку дважды не войдешь, так же, как в одни измерения. И всегда есть погрешности измерения, вероятность отказа аппаратуры и так далее. То есть это надо все проверять, перепроверять много раз, но мы это делали. Нам, конечно, недоступны средства, которые имеются в Протвино, а там, значит, они пишут в припринте, что у них бетонное помещение там 100 квадратных метров, высотой 4 метра для изучения детекторов нейтронов, точные приборы, разные для того, чтобы, так сказать, менее точно изучать, такие, как вот этот РСУ-01, ну и так далее. у нас ничего этого нет, опорные источники там нейтронов с известной заранее плотностью потока, энергии. Значит, вот мы проверяли следующим образом работоспособность РСУ-Хантек, может, окажется полезным, значит, других исследователей. Ну, во-первых, надо было отделить мелкие поменьки. Мы уменьшали значение триггера, здесь вот показано, ну, поскольку здесь отрицательные значения, то уменьшение триггера, это увеличение амплитуды по модулю, до тех пор, пока сигнал не станет явным сигналом ассенсулятора. А для ассенсулятора известно, что это вспышка, резкий спад, там фэл, поэтому в минус идет все электроны, и относительно медленное высвечивание. Ну, и длительность вот этого всего порядка там микросекунды, ну, в зависимости от энергии уже. Ассенсулятор это пропорциональный прибор, то есть там сила вспышки зависит от энергии пришедшего объекта. Вот как они это делают в СДБН-01, я не смогу ответить на этот вопрос, только косвенно. Скорее всего, там протоны отдачи используются, но это, я говорю, что этой информации нигде нет. Это ноу-хау потому что остальное все это стандартные, все эти вещи, там электроники, все эти программы уже десятки лет. Значит, сигнал от помех обычно имеет форму колебания около некоторого значения напряжения с близкими по наклоду спадами и подъемами. Поэтому вот таким образом мы от мелких всяких шумов избавились. Теперь фильтрация электромагнитных помех интенсивности и амплитуды в 10-30 раз превосходящих полезных сигналов. Как я уже сказал, что их не удается погасить, ничего мы не пытались только со временем понять, что это разряд, я об этом еще скажу, а это никакие не шумы, никакие не радары, ничего. Ну и отделение полезного сигнала, триггер, здесь написано, как он выставлялся. Сейчас я продемонстрирую видео. Так, что-то оно прекратилось. Давайте сначала запустим. Это вот выбросы энергии, ставится режим там, и вот фильтра. И здесь видны, кстати, каскады еще. Вот сейчас будет в конце каскад. Вот вам, пожалуйста. Вот как его автоматический счетчик. Здесь раз, два, три, четыре, пять, там нейтрон. А здесь в увеличенном масштабе это 20 МГц примерно. Ну вот этот вот всплеск, выброс энергии. Амплитуда до 8 В может быть, 0,8 В. Полезный сигнал значительно меньше. И вот самое интересное, что такие частоты есть и в других установках. Я вот ссылаюсь на эту работу 5. Это доклад с Чижовым и Бычковым. Там даже страницу я указал. Это об этом говорили и Сергей Михайлович Годин, там, Вачаевский эксперимент, и Валерий Николаевич, Азателепин, что у них такие же частоты наблюдаются. Так что это вот, скорее всего, вещь такая распространенная. Ну а задача распознавания сигнала это типичная задача на фоне помехов, типичная задача для прикладной математики. Много методов разработано, универсальных нет, а производители, вообще, попробуйте найти программу, не найдете. Я нашел только на Питоне, там, пакет Пикс, но что он там внутри делает, обращаться к нему можно, что-то не разобраться, как-то его не адаптируют для себя. То есть, это вот проблема на самом деле такая. Ну, дальше о природе вот этих электромагнитных импульсов большой интенсивности и амплитуды совсем кратко. Это вообще тема отдельного исследования и выступления. Значит, они известны в электровакуумных приборах с начала 20 века. интенсивность и амплитуды растут с уменьшением давления и увеличением напряжения. Вот только в конце 20 века какое-то такое более-менее что ли приемлемое было объяснение месяц там и кто на них назвал. Но, скорее всего, там очень много вопросов, не буду сейчас вдаваться. Скорее всего, это эфирный эффект, опять же, связанный с тем, что накачка происходит, там даже без каких-то дополнительных воздействий. В разряде есть колебания всегда. Колебаний электронов-то нет, ионов, они в одну сторону летят, что бы там развернуло, что ли, поле в обратную сторону. Нет такого и наблюдается. Значит, а колебания есть именно электромагнитные, то есть это эфир. И даже доходит до сбросов напряжения в разряде, который нежелательно, что энергия сбрасывается из разряда. Ну вот в такомаге, который мне близок, это типичное явление, там электродов нет. А чем больше энергии накачивается, тем, значит, сильнее развивается неустойчивость всякие, приводящие тоже к срыву. Вот здесь еще одно видео. Здесь показаны вот эти сбросы напряжения уже, которые, синие это одна траектория, там зеленый когда повторяется, желтый, красный и так далее. То есть видите, вот такой происходит неприятный процесс. То есть разряд как бы затухает, а потом резко пробивается, напряжение приложено, значит, возрастает в два раза, ну и опять нормально здесь триггером просто выделен вот этот фрагмент сброса. То есть вот такая неприятная вещь, которая выносит энергию из разряда и мешает выход нейтронах того, что нам нужно. Ну вот здесь к трактовке вот этой зоны тишины и почему в некоторых леноустройствах не видны там особо ни рентген, ни нейтроны. Так вот автоматические счетчики выбрасывают вместе с полезным сигналом значит вместе с шумами полезный сигнал. Проверить как можно. Ну, минуя штатный счетчик, или антенну к осциллографу. Мы так делали в разных вариантах. Кабель между детектором и усилителем и есть антенна, но он без усилителя. Можно сказать, а вот там шумы усиливаются. В данном случае не усиливаются, потому что отключается фео и датчик, значит, помехи те же самые. Значит, а заодно можно попытаться еще и продольные экстрамагнитные волны поймать, которых, вообще-то, которые использовал Тесла. Вот, и он говорил, что как раз и Герцог говорил, что он определил, что это продольные волны там основные. Ну, это отдельная история. Ну, и вот счетчик. Мы это наблюдали, кстати, в РСУ-01, вот такую зону тишины на 10. У него там есть гамма еще, блок к этому РСУ-01. На 10 сантиметрах фон не считал, а на 15 показывал. Вот, пожалуйста. Значит, ну, и понятно, если триггер стремить к нулю, ну, не будут расшифровывать, там интенсивность возрастает, ну, и что он делает? Либо останавливается, не может там переработать все, либо отбрасывает, наш полезный сигнал спамер. Ну, время у нас идет, поэтому я не буду тут дальше останавливаться. Здесь этот мелким шрифтом специально на случай дискуссии или просто последующего ознакомления. Это вот эфирная интерпретация Владимира Львовича и Моя механизма разряда в вакууме. Что там происходит? Начинает темнового тока, который не объясняет физика. Честно пишут, честные исследователи, экспериментаторы, что не могут объяснить. Ну, у нас там все это расписано, почему они не могут по их словам. Ну, вот я хотелось отметить эффект, который вот мы не так давно до него с Владимиром Ивановичем дошли, что вот эти вихри с повышенным давлением могут формироваться на катоде электроны. Тогда все объясняет. Ну, это наложение течения эфира на атомарные там, эти микросохлы. Ну, значит, это не тема для сегодняшнего доклада, но такую мысль я хотел здесь озвучить. Значит, пример распределения амплитуд электромагнитных помех вот этих шумов, найденные нашим комплексом. Здесь амплитуда в порядке возрастания величины, здесь счет, это число импульсов в минуту. Ну, вот мы видим, как раз, вот триггер отсюда начинается, как раз, значит, в нашем наиболее интересном диапазоне тепловых энергий. Вот они, шумы, так сказать, и сидят все. Величина их там на порядок выше и интенсивность на порядок выше, значит, как считать? Ну, вот хансер здесь помогает, хотя есть там и проблемы, которые надо учитывать. Значит, я расскажу дальше. Это мы разобрались с мелкими шумами, разобрались с шумами сильными. Теперь проверка именно регистрации нейтронов. Ну, как обычно, ночью там, чтобы избежать влияния солнца, значит, при выключенной установке в отсутствие там помех. Два счета было сделано. Первый, это датчик внутри шара, это КРСУ-01 прилагается, полиэтиленовые две полусферы, а внутри кадмивая сфера. Значит, пластик замедляет нейтроны энергии выше тепловой, но не совсем, потому что всего 3 сантиметра, а мы знаем вот из того, что нам давал в свое время попробовать Валерий Николаевич, там трубка на гелии 3, там замедлитель был это 20 на 20 парафина. Поэтому это, значит, так, не все он замедляет и не до тепловых энергий. А это сам датчик вне. Ну, это трубочку, он сам, металлический корпус у него, еще мы трубочку надели, чтобы усилить защиту там от всяких помех. И вот, значит, идет здесь оплетка. Видите, разнонаправленная, то есть через нее поперечные электромагнитные волны не должны проникать, значит, заземление и так далее. А здесь вот ничего не спасает. Значит, это не поперечные, а, скорее всего, продольные, которые физика для физики нет. Ну, и вот результаты счета за 15 минут. По горизонтали здесь время отложено в минутах. И каждый вот этот бар, каждая колонка, это интенсивность за одну минуту. То есть на следующую минуту обнулялся счетчик и так далее. Вот так она, значит, типичная, много раз это повторялось, типичная картинка. Ну, мы видим на 10-20% и больше даже в этом случае трубка, вот шар с кармиевой сферой уменьшает, счет. А это вот то же самое распределение по амплитудам уже счета нейтронов. Это про фон сейчас все речь идет. Значит, то же самое каунт 1 это в шаре, а каунт 2 это без шара. Ну, тоже 10-20% значит, падение не такое уж сильное, ну, и шар не такой уж значит толстый. А вот в области тепловых энергий, малых амплитуд, сейчас мы перейдем к калибровке, но вот эта тепловая энергия оказывается акадмией сильно замедляет и вот это систематически наблюдалось. Но здесь может быть больше-меньше в зависимости от счета. То есть уменьшение здесь объясняется тем, что это холодная энергия, уже холодные нейтроны, в разы меньше энергии, чем тепловая и они интенсивнее поглощаются веществом, сечением не растет, с уменьшением энергии обычно. Такое же поведение мы наблюдали на рисунке 4 припринта и фоя, источника в тепловой подъем. Значит, ну это я уже сказал, в целом интенсивность по нашей технологии по порядку величины, она сопоставима с данными работ, которые в этом новом обзоре перечислены, а в области больших энергий, которые вот здесь, это примерно вот так, они хорошо даже соответствуют количеству, это хорошее подтверждение. Ну здесь почему в области малых амплитуд отличия, здесь целый ряд тоже вопросов возникает, ну во-первых, конечно мы отказались от автоматического счета, поэтому можем их считать более, так сказать, скорее всего более чувствительным образом, но вот физические величины, пожалуйста, написано, что очень сильно значительная флактуация нейтронного фона. Но когда я стал с этим разбираться, мне вот сразу бросились в глаза, почему данные публикуются и в справочнике в этом, и даже свежих работах 2015 года, полученные 50-60 лет назад. Это что, не смогли ничего более что ли разработать более совершенной аппаратуры точно для регистрации нейтрона. Что это? Последствия ядерных испытаний, аварий на ядерных объектах. А самое главное, что мы уже сталкивались с этим, не опровергает ли более аккуратное измерение фона догмато-теоретической физики, и поэтому замалчивается. Мы столкнулись с ссылкой в книжке о Черенковском излучении. Вы не найдете космические ливни, тяжелых частиц, вы не найдете данных нигде. Владимир Львович случайно нашел в одной диссертации, там не могли они не опубликовать, потому что диссертация. Они показывают, что превышается скорость света. Не найдете, если скажите нам. Мы еще раз проверим, что там превышается скорость света. Ну и вопрос возникает, может образование холодных, ультрахолодных нейтронов это типичный для природы процесс, так сказать, в земле, в биосистемах, поэтому их так много. Откуда они берутся-то? Ну, могут остывать, конечно. Вот. Ну и в целом, то, что вот я рассказал, позволяет утверждать, что мы можем детектировать, ну и по паспорту там и уже по спектру даже амплитуд, нейтроны в области тепловой в разы меньше и в разы больше, чем тепловая энергия. И здесь вот я сразу самокритику на пределе возможностей, конечно, имеющейся вот этой аппаратуры СДБ-01. Но более точные детекторы нам недоступны, я не знаю, есть ли они вообще у кого-то. Там окно нужно, то есть мембрана 700 миллиметров. приближенная калибровка амплитуды на осциллографе. Ну, источники какие-то опорные, это надо протвено, значит, или специальные источники, специальное оборудование, значит, специальные там меры безопасности. Ну, вот, можно приближенно, конечно, можно двумя чертами подчеркнуть, определить, все-таки сделать калибровку, просто измеряя фоны. Ну, вот, если нейтроны, да, нейтроны остывают за несколько столкновений, это там в литературе в разном написано, значит, если они при этом еще успевают частично поглотиться, то их распределение по энергии должно иметь подъем в районе тепловой энергии, значит, чем меньше энергии, тем они обычно интенсивнее поглощают, значит, там подъем. Ну, тогда энергиям близком к тепловой соответствует значение сигналов диапазона, и в нашем случае минус 30-40 миливольт. А второе здесь, значит, калибровка, это у нас соответствуют данные в области высоких амплитуд, известным данным, ну, если там крайний выбросить, потому что цена деления 20 милливольт, и, значит, надо увеличивать там милливольт, чтобы более высокие амплитуды исследовать, они просто не влезают там в экран, вот, то как раз вот это 25 нейтрон в минуту, но я подчеркиваю, что это пересчет уже на показания сентилятора, а не то, что там в литературе встречается, накапливается вот на этом промежутке амплитуд минус 40, минус 70. Ну, опять вот, минус 20, минус 40, это соответствует тепловой имидж. В наших исследованиях, вот я хочу подчеркнуть, не нужно уточнение счета нейтронов, потому что нам важен сам факт, что мы можем мерить тепловые, там в разы меньше, в разы больше. И абсолютные значения нам не нужны, потому что мы сравниваем показания в разной промежутке времени, вот это принципиально увеличилось, там их число уменьшилось, поэтому, ну, так вот, в таком приближении грубым достаточно нам это подходит. Ну, и вот и самое интересное, значит, мы разобрались отсеивание мелких помех, сильных помех, значит, то, что мы считаем нейтроны, калибровка, грубая, конечно, приближенная, но это все, что пока можно сделать, и влияние помех на счет нейтронов. Вот это самое интересное, где может быть затык, тоже, почему во многих не видят в приборах, на многих установках нейтронов. Значит, здесь вот средняя интенсивность указана за 15 минут, ну, то есть считалось там 15 минут, 15 минут, значит, нейтроны, и делилось потом на вот это число нейтронов на 15 минут. И вот мы видим, что без разряда счет значительно выше, чем с разрядом. Вот в области именно тепловых энергий, вот почему еще важно было установить амплитуды примерно, где там тепловые, где такие, здесь примерно, так сказать, близко, а вот здесь существенная разница. Ну, объяснение первое такое, что накладывается на вот этот всплеск, выброс энергии, амплитуда сигнала полезного, ну, и осциллограф распознает это уже как, значит, помеху и отбрасывает, триггер, значит, не срабатывает. Но не исключено, что вот эти короткие импульсы электромагнитной волны, сильные, точнее, продольные волны эфира из разряда, они способствуют разрушению нейтронов малых энергий. Он и так-то живет в среднем 15 минут, а если еще малая скорость у него все время пинают его там с огромной частотой, может быть, он, значит, раньше разрушается. Ну, и тоже, может, препятствия возникает попадания на детектор. Вот здесь пример показан наложение вот этого выброса энергии на полезный сигнал. Здесь даже вот визуально не видно, вот кусочек-то виден полезного сигнала, а вот это что? То есть, это другой кусок полезного сигнала, или уже всплеск пошел. Так вот, важнейший вывод, я даже здесь выделил его буквами такими, значит, большим шрифтом, что измерение для разряда с эрекционной смесью, ну, мы ее таблеткой называем, надо сравнивать с измерениями для такого же разреза без смеси, а не с измерениями фона. Иначе можно не заметить эффект генерации нейтронов тепловой и меньшей энергии. И вот это надо делать в других установках, не с фоном сравнивать, а сравнивать, ну, там уж я не знаю, как это конкретно сделать, но без генерации нейтронов, когда все работает, и вся установка работает, ну, смесь там другая, не знаю, водорога, тут надо думать. Ну, и желательно до и после провести тоже измерение фона, чтобы понять при включенном, конечно, к ухлеченной установке, но не генерирующей не то, чтобы понять, насколько фон изменился, там какие последствия Леннер. Вот, значит, с характеристиками и обоснованием большой раздел был, дальше уже поменьше пойдет, примеры, можно было примеры показать и все, но возникает вопрос, как поверить. Значит, требования, ну, требования мы определили из счета фона, то есть, если, да, очень важный момент, что поскольку увидели, что в основном в области тепловых энергий большое число регистрируется сигналов, то можно считать тогда общий, значит, счет всех нейтронов, независимо от, не изучая там, детализация распределения по энергии, хотя это все пока он позволяет, значит, ну, так удобнее. Так вот, здесь показана разность, здесь время, по вертикали это число нейтронов и разность между числом нейтронов, значит, когда датчик вставлен в шар и когда свободный, как они его там называют, болый датчик. вот получилось за 30 минут разница 600 нейтронов. Ну, отсюда вот это минимальная величина, это уже пересчет на показания с интеллятора, потому что мы с ним работаем, нам важно знать, сколько для него там. Значит, должна вот такое обеспечивать точность, а это очень низкая точность, смотрите, если в секунду, вообще 5 соток нейтронов в секунду, это какие датчики могут такое обеспечить. И накапливать надо 30 минут, а не 30 секунд, а 1 минуту. За вот это время трудно что-либо увидеть. Вот. Дальше порог. Вот изучение фона показало, что в среднем за 20 минут минус 5 нейтрон в минуту такие примерно колебания идут. То есть, это вот минимальный порог, выше которого уже идет генерация нейтронов. Ну, приближенно, конечно. То есть, это порядка 100 нейтронов лишних, грубо говоря, за 20 минут в сравнении с фоном. Ну, измерение десятки минут везде подчеркивают, потому что вот сплошь и рядом даже нам самим хочется иногда взять там за минуту что-то померить. Значит, этот процесс очень тонкий. Дальше я говорил о коэффициенте ослабления. Вот, если NWS это интенсивность генерации рабочей смеси, то детектор видит очень малую часть. Туда входит падение как единицы на квадрате, значит, плотности потока, ослабление конструкциями, там, потом самим детектором, эффективность детектора, в общем, получается 10 минус четвертый. Поэтому вот такая парадоксальная вещь, что даже если на 6 нейтронов в минуту интенсивность превосходит, имеется интенсивность 6 нейтронов в минуту, то в пересчете это будет уже 440 нейтронов в секунду, значит, 4 спи старовиан, это уже порядка нижнего предела интенсивности промышленных источников нейтронов в высоких энергиях. Ну, а здесь показан более сильный счет, значит, таблетка вот указана, не самая лучшая. Еще подчеркиваю, здесь сравнивали с измерением, не с измерением фода, а разряд без таблетки с таблеткой. Здесь вот разность, то есть на 900 нейтронов больше, когда таблетка по сравнению с фоном. Фон, конечно, тоже меняется, вот это тоже проблема, надо много раз повторять или искать какие-то периоды, когда он слабо меняется. Значит, счет здесь в 5 раз выше порога, а интенсивность генерации уже таблетки это 220 нейтрон в секунду, это уже нижняя граница промышленных источников. Ну, и поскольку аппаратура сложная, значит, программное обеспечение плюс, значит, опыт и квалификация нужна в тонких измерениях, я вот обучился этому, значит, у разных специалистов, тоже стал немножко разбираться, но конкурировать не буду, конечно. Вот, необходимы дополнительные подтверждения генерации нейтронов, пусть и менее точные. Значит, вот счет нейтронов, который я привел, пример, а здесь мы смотрели минимальный, который еще можно вот какими-то другими подтвердить. Установили, что наш комплекс, он гораздо более чувствительный, чем даже рентгеновские пленки. Ну, вот, в данном случае рентгеновская пленочка, значит, таблетка, трубка, на трубке гайка, на гайке рентгеновская пленка. Вот в области гайки, значит, засветка, очень слабенькая для данного генерации нейтронов. А это за 24 часа засветка, значит, медные пластины. Федор, чтобы это самое, там не самое, мы добавим тебе время, поясни, пожалуйста, вот у тебя позитивные и негативные, вот эти вопросы, тут как-то все время встает. Да, Валерий Николаевич, я бы на этом слайде на этом слайде хорошо поясню, негативные и позитивные, а здесь просто подтверждение того, что ну, вот этот минимум который я показал на предыдущем слайде, это минимум, который ловят рентгеновские пленки, а наш прибор более чувствительный, ну, наш вот этот комплекс. Значит, здесь, я расскажу чуть позже, значит, здесь от медных пластинок 24 часа, но там изотоп 66, 12 часов по распаду, вот он лежал уже, вытащили из реактора, отнесли далеко, значит, положили на медную, на рентгеновскую пленку и через 24 часа проявили, посмотрели. Вот здесь видна засветочка, тут две пластинки лежали, вот одна там больше активировалась, другая меньше. Вот, еще очень важный, недавно совершенно до меня это дошло, что такой способ, мы его использовали, проверяли, сдвиг детектора, то есть положение большей части кабеля слабо меняется при относительно небольшом сдвиге, поэтому наводки на кабеле также меняется слабо. А плотность потока нейтронов падает как единица на р-квадрате, ну, сфера, радиус сферы, значит, есть площадь поверхности сферы, если после увеличения р-счет уменьшился, то регистрируется непрон. Это вот можно на ходу там в течение 1-2 минут быстро посмотреть. Хотя специалисты говорят, что не трогайте датчик, когда он у вас меряет, вы там положение измерите, и у вас показания измерятся. Но это можно тоже проверить, изменится, не изменится, по каким причинам. Значит, сильные теперь, чтобы, как говорится, не сложилось впечатление о том, что у нас слабенькие такие засветки, вот результаты предыдущих экспериментов, к сожалению, тогда этого комплекса не было, не могли померить нейтронов, там мерили другим способом, рентген. Значит, вот для сильного потемнения вот этой пленочки рентгеновской надо 10 в пятый квантов энергии 10-100КФ на 12 сантиметров квадратных, это она 3 на 4, за время экспозиции. Это вот ссылочка, где это все разъяснено. Будь то 0,3 секунды, как в рентгеновском аппарате, или 30 минут, там, значит, вообще 24 часа, вот чтобы яркая была засветка, надо 10 в пятый квант. Ну, даже за 30 минут, если поделите, получите примерно 0,05 фотона на миллиметр квадратный, значит, вот за 30 минут, это какие должны быть электронные регистраторы, чтобы такую величину увидеть. За минуту это точно не увидишь. А хочется, что, подойти, померить, да, есть, нет, нет, ничего там не увидишь. А пленочки вот суммируют, и вот. Значит, вот то, что Валерий Николаевич вопрос задавал, вот здесь светлая гайка просто лежала на рентгеновской пленке и облучена была рентгеновским излучением. Ну, как вы известно, вот должно светлая часть остаться, потому что задерживаются гамма-квантов в гайке. А здесь гайка, которая лежала, как я сказал, сначала, я специально замедлился, значит, раз вопрос был, еще раз повторю. Таблетка лежит внутри трубки на аноде. На трубке лежит гайка. На гайке лежит вот эта вот рентгеновская пленочка. Ну, где-то это происходит 30 минут, за 30 минут уже смесь там довольно сильно вырабатывается, это мы наблюдали. ну, то есть надо ее перемешать там или еще что-то сделать. Значит, и видим обратная засветка. То есть, если бы от разряда шел рентген, там, от таблетки, засветка должна была быть вот как слева, а здесь она темная. Интерпретация такая, значит, тормозной рентген от бета-частиц, рождающихся при бета-распаде. То есть образуются короткоживущие изотопы в гайке, они распадаются по бета-распаду, образовавшиеся там электроны или протоны или позитроны быстро тормозятся, и вот, значит, возникает засветочка в районе гайки как раз. Здесь слева внизу показано то же самое, я показывал верхнюю картинку и нижнюю показано то же самое для засветки медными пластинками, которые активировались в реакторе, метод активации. Значит, конечно, я тут получше результаты привел, они, так сказать, послабее обычно. А вот эта картинка новая, я специально ее показал. Значит, тоже достаточно давно было получено. Вот природный молибден, молибден, таблеточка из природного состава. Там 24% 98-го молибдена. Значит, она активировалась немного, 35 минут, хотя там период полураспада у нее почти трое суток, можно было бы там сутками ее активировать. Ну, считается, что там оптимально это период полураспада активировать. А здесь 35 минут. И дальше она 72 часа лежала вот примерно так на пленочке. Там был бутерброд из пленочек сверху, снизу. Одну я снял, проявил через 24 часа. Ну, засветка была очень слабенькая. Вот через, еще через 48 часов вот видно прямо края таблеточки и какие-то еще вот здесь сполки. Значит, это рентген в диапазоне от 10 до 100 кФ. Это диапазон как раз чувствительности этой пленки. Меньше нечувствительности и больше там 120 кФ тоже она нечувствительна. Мы это проверяли. Значит, Сергей Михайлович очень слабая засветка или вообще нет. Вот. А что это для практики? Вот почему я про нейтрон это все это? А для практики я об этом рассказывал в докладе у тебя 15 июня. Значит, молебден 99-й распадается, дает технеций 99-й метастабильный. У него 6 часов период полураспада, а он используется в ядерной медицине. А получать его это очень дорогое удовольствие, а самое главное очень экологическое вредное США запрещено во всех, на всей территории. Значит, и всего в мире там несколько заводов по производству. А здесь, пожалуйста, почти 35 минут и все. Ну, маловато, но тут это только начать. Здесь я, у меня осталось уже там три слайда, так что я заканчиваю. Вот диагностики всех, которые мы использовали, перечислены здесь, уж не буду тут их озвучивать. Значит, показывают, ну, четыре принципиально, так сказать, одна и четыре очень сильно отличающихся. Обосновывают генерацию нейтронов в этом ТНЛТ. ТНЛТ, да, не только и там предыдущие тоже есть. Здесь третий, здесь седьмой нейтрон в секунду, 4 писта радиан. Это уже не только нижний, но и средний диапазон интенсивности промышленных источников. Но там они высоких энергий, надо замедлять, это радиоактивность, таскают их в контейнерах и так далее. А здесь нерадиоактивная установочка, 20 градусов, мощность всего 10 ватт. Вот, поскольку там легкие элементы, то радиоактивность там за двое-трое суток у нее исчезает, установка проверяли. Ну и вот теперь я два слайда остались, я немножко сбавлю скорость вывода, потому что они принципиальны для всех, для нас. Ну, во-первых, предложенный опробирован комплекс вот этот для детектирования холодных, подчеркиваем, тепловых нейтронов с помощью не слишком дорогой, серийной, подчеркнутой аппаратуры в условиях сильных электромагнитных помех. Вот это вот главное, что сложность, которую приходилось преодолевать, не сразу мы ее поняли, думали, что как-то их устранить, но оказалось, что гораздо все глубже. Дальше измерения для разряда с реакционной смесью надо сравнивать с измерениями для такого же разряда без смеси, а не с фоном. С фоном ничего не получится, потому что фон будет выше гораздо. Вот причина, я сказал, помехи наложения или просто разрушение нейтрона в разряде. Вывод я озвучил только что по интенсивности совокупной такой. Дальше вот то, что обсуждалось, еще будет обсуждаться, но уже какое-то направление проясняется за решение этого вопроса. Вот отсутствие или малых показаний счета рентгена и нейтронов, а также зоны тишины в рентгенах установок. Ну вот одна из причин, в своей это мы это уверенно, а в других это надо исследовать, это интенсивные электромагнитные помехи, вот эти большие амплитуды, которые вызваны сбросами энергии или импульсами. Приборы все отбрасывают как шум. Вот помехи накладываются на полезный сигнал. Здесь, кстати, вот я вспомнил, как был открыт закон электромагнитной индукции. Значит, вот Фарадей его открыл, а Колоден нет, хотя там еще и они параллельно работали и другие, но независимо друг от друга. Так вот, Колоден пишут, что он считал вот эти отклонения стрелочки помехами и вот отбрасывал их, так же, как вот эти автоматические счетчики. Работал автоматическим счетчиком. Они поэтому относили в другую комнату вот этот прибор, значит, там не знаю, что ли, квальтметр, наверное, был, но не суть. Фарадей также, кстати, делал, а вот его помощник обнаружил отклонение вот этой стрелочки, случайно, причем пишут. Поэтому там не Фарадей, а помощник открыл. Они бы еще долго возились. Там Фарадей, там лет 10, что ли, с экспериментами занимался. Вот, то есть, вот этот такой момент, который надо проработать для всех установок, и если там тоже будут обнаружены нейтроны, то это будет шанс для вот этого направления, Ленор, именно промышленного применения. Но дальше слабое излучение рентгена при детектировании методом активации никакими счетчиками стандартными не увидеть его. Они обычно шум воспринимают и все. Что там 0,5 фотона на миллиметр квадратный за 3 минуты. Если там у некоторых датчиков 10 миллиметров квадратных, что там увидеть. Значит, нули будут показывать нули, там шум какой-то. А вот, а если на сутки, за сутки разделить, там в 10,5 надо, чтобы фотонов попало на эту пленочку, значит, делим тогда на 24 часа, там на 60, еще на 60 получим в секундах. Это вообще ноль. Поэтому это проблема. Кстати, в припринте ИФВ в качестве детектора вот этого активационного Индии, значит, упоминается, мы тоже Индии пробовали, но у него значительно больше сечения захвата нейтронов, и там периоды полураспада есть, там 20 минут, то есть удобно, не 12 часов там ждать, а 24. Вот. Тем не менее, не снимается задача регистрации вот этих холодных нейтронов, ну вот я уже сказал, 700 миллиметров, вот, и, конечно, нам было бы интересно услышать конструктивные предложения об улучшении диагностики нейтронов рентгена в ТНРТ. И вот последний слайд, то, что Валерий Николаевич задал вопрос вначале, нейтроны ли это или что-то другое. Значит, это мое личное мнение, там Сергей Михайлович может отличаться. Вот. Значит, все эффекты Лена в ТНРТ, кроме странного излучения, объяснены вот в этой обзоре, в этом обзоре, там под номер один, генерации холодных нейтронов на основе экспериментальной ядерной физики. Никаких ни теорий используют, Значит, рентген из-за светка пленок, они соответствуют периоду полураспада. Я вот с Молебденом специально пример этот привел. Значит, КПД-2 по теплу объясняется, в том числе, выделением 5-8 МФ на один нуклон, о чем Леонид Ирбекович говорил в прошлый раз, ну, до железа. Вот. Интенсивность генерации Н, а это там на 10 порядков меньше плотности, то есть, изотопов получается очень мало, кроме как нейтронным активационным анализом не увидеть какими-то другими диагностиками. 10-10, 10-8, там разница концентрации. Вот. Астранное излучение, опять же, мое мнение, Владимир Львович, тоже это эфирный эффект, плотность энергии, в нем как в шаровой молнии, это очень важный результат. Ну, вот Чижов Владимир Александрович как раз эту плотность энергии рассчитал, но у него другая там трактовка, но мы применили, значит, вот его результаты к эфирной трактовке, вот совпало с шаровой молнией, с очень хорошим случаем. Значит, сделан предварительный вывод о подтверждении теории Леннер-Двойникова границах на эффекте электроотрицательности химических элементов. Вот я впервые этот результат озвучиваю так, подробно, что ли, с иллюстрациями, а был он предсказан в докладе Зайцев, Чижов, Бычков еще в 2018 году. Это ключ для того, чтобы подбирать смеси в разных установках. Значит, здесь я тоже хотел отметить, что теории можно построить бесконечно. извини, Чижов, Зайцев, Бычков. Нет, нет, Зайцев, Чижов, я доклад делал. Ну, сейчас посмотрим. Ты делал, вообще первый доклад-то я делал. Ну, я ссылаюсь на тот, который я делал, где количественные, когда тебе задали вопрос, какова энергия. Ну, ладно, не будем сейчас. Вот доклад, значит. Володь, не надо прерывать. Потом замечание даже потом. Я хочу себя вперед поставить, но в этом докладе там 70% это моих результатов, поэтому я его и делал. Вот, и расчеты все, и, значит, частоты, и прочее, и прочее. А твоя заслуга, конечно, это великолепная. Вот, ты об этом много раз рассказывал, что, так, ну, у меня все тут уже свалилось. Ты об этом много раз рассказывал, что, ну, вот, много раз ты делал доклады по сверхпроводимости, и я задал вопрос, а нельзя ли посмотреть энергетику, не могут ли там Ленов проводиться в двойниковых границах. Это вот твой результат. Ну, про электроотрециальность я вообще мало чего знал. Скорость твоей результаты там поля 10,8, 10,7 там вольт на сантиметр получается спокойно совершенно, энергетика и прочее. Ну, а расчеты все, и вот уже, так сказать, так что никто не умаляет твоего вклада. Я, наоборот, здесь уже распять твою фамилию упоминал, именно как, ну, человек, который вложил много вот в это направление. Значит, ну, Ратис насчитал 150, уровень теории, так сказать, в свое время. Я поэтому всегда говорю, предложил теорию, предложи вместе с ней эксперимент для ее проверки, иначе это путь в никуда. Эти теории плодятся, что там, одно свойство изменилось, все, новая теория, ну, и так далее. Значит, и, вот, короче говоря, мы предложили, вот спустя, фактически, 5 лет, вот, мне с товарищем удалось проверить, ну, предварительно, что она работает, значит, вот решили поделиться, с общественностью, так сказать, вот, потому что это на пользу всем пойдет. Условия в традиционных подходах препятствуют возникновению Ленера, потому что там высокие температуры, атмосферное давление, затыкают часть ДГ, вот, согласно этой теории, ну, уменьшается выход. Значит, много важных приложений нейтронов, вот я о них рассказывал летом, вот, 15 июня, это шанс для развития тематики Ленера, поэтому желательно увидеть генерацию нейтронов в различных Лена устройствах, вот, видимо, основная сложность там, это как раз вот сильные электромагнитные помехи, и не из-за каких-то там неправильной работы аппаратуры, там, радаров или еще чего-то, а именно из-за того, что в этих установках накапливается энергия, есть резонансы там или импульсы, и пределы удержания, значит, они срываются, значит, выбросы энергии, ну, и обычная аппаратура с этим не справляется, это мы проверили на ТНРТ, и вот обычной аппаратуре. Значит, я про это не рассказывал подробно, но могу рассказать, что мы там видели на детекторе штатном, значит, РСУ-01СДБ-01. Значит, и методика вот эта может быть применена для экспериментального обоснования эмиссии холодных нейтронов, ну, конечно, приближенного, приближенного счета, без применения специальных средств измерения, значит, измерение, это в этом ее недостоинство, недостаток. И методика еще оказалась более чувствительна, чем метод дентальных рентгеновских пленок, он и так чувствительный, а это еще будет. Все, спасибо за внимание, на этом я закончил. Спасибо, спасибо. Обращаю слово. Да, спасибо, Федор Сергеевич. Да, интересные очень результаты. Ну, вот у нас вопросы начали возникать, и сейчас стадия вопросов. После этого у нас там несколько человек выступят, а тот, кто пожелает выступить, они уже после них выступят. Пожалуйста, вот первый вопрос Сергея Цветкова, пожалуйста. Здравствуйте, слышно меня? Да, слышно. Федор Сергеевич, скажите, пожалуйста, что вы заканчивали, какое у вас образование в китайских студиях? Ну, меня однажды попросил Самсоненко в одном, перед одним из докладов, я расписал там на слайде все. Если кратко, заканчиваю я факультет вычислительной математики и кибернетики, там и работаю до сих пор, значит, туда в 80-м году поступил студентом. Научные, область наушных, значит, направление, которое я занимаюсь, оно широкое, но если говорить о том, что вот здесь важно было, это математическое моделирование в области управляемой темой синтеза. Вот, это установки такомат. Сложнейшие задачи, супервычисления, интерпретация. То есть, я правильно понимаю, что физического образования высшего восьминка, да? Ну, вы должны правильно понимать, что человек, который стал доктором наук, профессором, ему освоить какое-то направление, конечно, при помощи специалистов и работая с ними, это не представляет большого труда, это не студент. Вот, чтобы вас как-то разубедить, студент после пяти лет даже физфака выходит, образно говоря, абсолютным нулем. Поэтому лучше в пятьдесят лет или в сорок заняться изучением физики вместе с специалистами, так сказать, которые на практике работают, чем бахвастоваться физическим образованием. Я надеюсь, вас убедил. На ВМК, на ВМК, там физику все-таки тоже преподавали, кроме математики. По существу, по существу. На ВМК очень сильное всегда было математическое моделирование именно в области физики. это основные, это военно-промышленный комплекс, специалисты всегда были востребованы. я удовлетворен ответом. Следующий вопрос можно задать? Да, конечно. Значит, вот по поводу вы рассказываете про все эти датчики нейтронов и все такое прочее. Вы калибровали хоть один из них с помощью каких-то источников нейтронов? Значит, источники нейтронов калибровочные нам недоступны. Вот я специально рассказал про припринт ИФВ про Твино. Для того, чтобы калибровать датчик, нужно помещение 100 квадратных метров, бетонное у них там написано, 4 метра потолки. Ну, понятно, чтобы нейтроны не отражались от стенок. Но они не пишут, скорее всего, это еще и глубоко под землей находится. Поэтому калибровать в присутствии фона сильного, ну, даже естественного. Это мало смысла. Спасибо. То есть, не калибровали. Да, калибровочные источники требуют разрешения на обороты. Значит, если вы где-то вас застукают, так сказать, активным материалом, то будут к вам большие вопросы. Поэтому, к сожалению... Федор Сергеевич, вы мне все это не рассказываете, я хорошо об этом знаю, я даже вам больше скажу, что есть такие источники, которые не требуют специальных условий, с помощью которых можно просто прокалибровать любой этот самый счетчик нейтрона. Поделитесь. Что делиться? Это всем известно. Нет, источник дайте. Мне тоже известно, что они есть. Дайте источник откалибруем. Сергей, понятно. Не буду спорить. Еще один вопросик есть. Да, конечно. Известно ли вам, что существуют твердотельные датчики нейтрона? Известно. В частности, сантилляторные твердотельные. Там порошок или нет. Нет, не такие. Есть набор средств, которые трековые датчики, которые со стопроцентной достоверностью определяют не тронутый или нет и его энергию можно определить. Вы наверное не внимательно срежуете. Я вам объяснил, что мы работали с тем, что есть. Значит, даже РСУ-01 бэушный в неполной комплектации я смотрел специально сейчас. Вы не знаете про такие датчики, да? Я не знаю про такие датчики, потому что значит, нельзя объять необъятное. Я сказал, что методов детектирования нейтронов универсальных нет, поэтому эти датчики не универсальные. Извините, вы в самом начале сказали, что человек, защитивший диссертацию докторскую, может... Сергей, Сергей, не надо на личности приходить. Откройте известные по ядерной физике, посмотрите цитату, нет универсальных методов, а вы тут высказывайте, что у вас есть универсальный метод, о котором я не знаю. Дайте нам этот датчик, мы его попробуем. Даже следующие вопросы предупреждаю, не надо таких вопросов задавать. Знаю ли я, не знаю, знаю, значит, что много чего есть. Дайте попробуем, вот и все. Понятно, Сергей, давайте вот по существу, ответ получен был, он этого датчика не знает, в этом нет ничего плохого, поэтому все. Спасибо. Последний вопрос. Эффект Чемерса знаете по нейтронам? Давайте не будем меня экзаменовать, я сейчас вам столько вопросов задам, которые не знаю, я уже Лоптукову это говорил однажды, он начал меня спрашивать, а вы это знаете, а вы это знаете, чего вы хотите сказать-то, скажите, не то, что я знаю, не знаю, скажите, что-то конструктивное, что вы меня экзаменуете, я уже все экзамены сдал, профессором стал. Я пытаюсь понять ваш уровень, то, что вы сейчас предложили нам. Сергей, 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 Сергей Цветков, спасибо за вопросы. На этом Валерий Николаевич, я все-таки завершу, потому что уже тут наличность стал переходить, товарищ, это непустимо, конечно. Вот, я ему порекомендую открыть сайт этаж21.ru и взять оттуда мою книжку по плазме, там, 700 страниц, примерно, и на русском, на английском. Почитает результат, я там один автор, и поймет мой уровень. интересный. Мне просто понятно, что если вот в таком виде... Сергей, Сергей Цветков, дискуссию прерываю, иначе я сейчас отключу вас, не обижайтесь. Нет, а уровень Сергея Михайловича Година, который проводил, вам ни о чем не говорит, что вы ко мне-то прицепились. Федор, Федор, у меня и к нему вопрос есть. Когда он стал инженером... Федор, я отключил... Федор, Федор, успокойся. Федор Сергеевич, успокойся. Федор, я отключил звук у Светкова, и прошу тебя тоже эту дискуссию прекратить. Значит, друзья, у нас здесь несколько вопросов, не опускайте руки, я сейчас даю слово не для вопросов, а для выступления Леонида Беховича Русскоева, которого через полчаса отключат электричество. А нам, я думаю, интересно послушать. Лень, давай, пожалуйста, тебе слово. Да, меня слышно? Лень, слышно, да, только, Федор, наверное, это ты вывесил или кто вывесил? А, вот, слышно, и сейчас закрепление... Нет, я убрал презентацию. Да, да, спасибо, спасибо. Лень, тебя слышно, пожалуйста. Прежде всего, большое спасибо Федору за замечательный доклад, действительно, большой труд. Я считаю, придерживаюсь такой точки зрения, что не так важно, какова была начальная идея эфира, там, еще чего-то. Важны результаты экспериментов. И, что мне очень радует, что здесь результат действительно положительный, результат есть. И это есть самый положительный момент из всего доклада, который я прослушал. Второе, что меня очень порадовало, то, что я услышал, точнее, прочел его неким таком обзоре, по поводу этого, который мне любезно переслал Пархов. Кстати, из обзора я гораздо больше понял, чем из самого доклада. Как-то, на мой взгляд, он уж слишком зарылся в цифрах на этом докладе, что он применил термин трансформация. И это для меня очень положительно, потому что это означает, что он все-таки понимает разницу между трансмутацией и трансформацией. Я сейчас не цепляюсь за термином, вы меня правильно поймите, там не важно, странное излучение, неизвестное излучение, или, может, сейчас более патриотично называть Z-излучением, не важно, важно, что это из себя представляет по сути. А вот здесь пока, к сожалению, мы топчемся. Вопрос же с трансформацией и трансмутацией я много раз поднимал, и все зарубежное сообщество тоже говорит про трансмутацию. Но это неправильно. Трансмутация это либо два шага назад, либо шаг вперед по таблице Менделеева. То есть это рядом с тем химическим элементом, который является материнским ядром. Здесь же вы видите совершенно другую ситуацию. У вас образуется ансамбль слева и ансамбль справа. Ну, кажется, что Федор как бы эту разницу головил. Это принципиальный момент. Теорет о том, что Лерн это новый класс ядерных реакций, который не сводится к тому, что мы знаем. Ну, это чисто такие не... То есть это говорит о том, что теоретики они не так безнадежны. Вот. И здесь, наверное, я мог бы закончить свое выступление для того, чтобы не портить отношения с уважаемым Федором. Он не очень симпатичен, тем более, вот, так сказать, хороший знакомый моего друга, также выпускника вычислительного факультета Кости Космачевского, с которым я дружу всю свою жизнь. Но раз уж попросили выступить, то я, так сказать, выступлю Федор, не обижайся, но достаточно резко. Ну, сначала вот в качестве совета. Значит, для регистрации нейтронов вот в той ситуации, в которой вы находитесь, конечно же, осциллограф не есть, ну, такой адекватный инструмент. Гораздо легче, гораздо полезнее использовать АЦП. Они сейчас достаточно дешевые, и с АЦП выводить прям сразу на компьютер, и там есть возможность накапливать данные, и вы будете видеть всю свою картинку и уже руками смотреть, где у вас нейтронные импульсы, вы подозреваете, где, это в чистом виде наводка, это первая совета. Конечно, с Годиным вы можете поступать как хотите. Нет, согласен, согласен, извиняюсь, что перебиваю тебя, согласен, мы про это думали, но это еще расходы, понимаешь, мы за... Я понимаю, я говорю... Это совершенно верно. Федор, без дискуссии, Федор, без дискуссии, послушаем до конца. Я поддакиваю, поддакиваю. Не надо, не надо, пожалуйста, не надо. Второй момент. конечно же... Ну вот, спил меня. Значит, первое про это. Второй момент. Ну, про калибровку, это правильно сказано, что-то я другое хотел. Вот Федор сбил до меня. Сбил. Ну, хорошо, вспомню, потом скажу. вот первый... А, второй момент, да. Я вижу, что у вас большие электромагнитные наводки. Меня совершенно не интересует, как устроено ваше устройство, честно скажу. Я не буду задавать вопросы, но меня это несколько, так сказать, удивляет, поскольку я всегда считал, что наиболее сильные наводки это во всяких плазменных системах. Вот. И там разработаны методы, тем более, раз ты, так сказать, возился с такомахами, разработаны методы, которые позволяют уходить от наводки, а не тащить кабелем сигнал. Есть два, по крайней мере, способа. Либо можно переходить на пару фотодиод, светодиод и тащить оптоволокно, которое не чувствительны к наводкам. Либо переводить сразу на установке сигнал в частоту и транспортировать уже частотный сигнал, который тоже, свободен от наводок. Есть два способа необязательно тащить. Это вот как бы совет старого экспериментатора молодому начинающему теоретику себя пробовать в эксперименте. Вообще в эксперименте насколько теоретики я знаю двух, которым это удалось. Первый это Исаак Ньютон. его руки позволили доказать, что свет все-таки состоит из цветов. И второй человек это Энрико Ферми. Мы все знаем, что есть распределение зоны Ферми, правила Ферми, функции Ферми, много чего еще мы знаем. Но гораздо меньше известно, что именно благодаря Ферми был построен первый ядерный реактор. Его строил Ферми. вот он умел стрелять с двух рук. В Германии этой проблемой занимался Гейзенберг и он не был так близок столь интуитив в эксперименте. Поэтому у них ничего не получилось. Потому что Гейзенберг больше доверял расчету и сечение брал как единица на В. Ферми человек был более тщательный и он решил проверить так ли это. И увидел, что у 35-го урана есть резонансные сечения для тепловых нейтронов. Собственно говоря, это и решило проблему. Если не это обстоятельство, то никакой ядерной программы не подошло. поэтому я тебя не обижаю и наоборот сравниваю с какими великими людьми. Поэтому если ты немножечко еще не дотягиваешь, то это ничего страшного. Жизнь продолжается. Теперь гораздо более серьезные замечания. Это были такие достаточно веселые. Значит, конечно же, наличие нейтронов не доказано с необходимой достоверностью. Здесь цветов прав. необходима калибровка. Необходимо померить кадримое отношение, если есть подозрение, что есть нейтроны. Но вот так по своему опыту совершенно вы сейчас проходите, что называется, курс молодого бойца с Годиным. Вот я, чтобы сбежать такой школы, вот такого курса, всегда поступал следующим образом. Я всегда в команду звал тех, кто этим профессионально занимается. У меня, когда мы мерили нейтроны, было два профессиональных человека из Курчатского института. Ну, мы в Курчатском делали, конечно, поэтому нам было проще, мы могли нейтронный источник привезти, и, конечно же, мы не брали вот эти детекторы, которые, ну, по сути дела, я бы сказал, бытового применения. А детекторы мы брали профессиональные, и, конечно же, там можно было уже твердо посмотреть, есть нейтронные потоки или нет нейтронных потоков. Я скажу так, что, ну, покажу пример для тебя, чтобы ты понял разницу между АЦП и АЦП и осциллограф. Валера, ты не поможешь мне включить презентацию, я просто... А ты можешь включать, включай ее. Значит, смотри, нажми, я тебе говорю, что я делаю. Во-первых, презентация уже должна быть у тебя где-то там на столе уже. лежит. Теперь смотри, нажимай зеленую клавишу, на которой демонстрация экрана. И выбирай после этого свою ту презентацию, которую ты хочешь нам сейчас показать. И там где-то клавиша будет у тебя поделиться. Поделиться. Вот тоже надо. Сейчас, сейчас, сейчас я соображу, я не вижу, которые вы хотите совместно использовать. Так, я хочу выйти на как он называется, на стол рабочий и не понимаю, как это сделать. Как сделать? А, ну, хорошо, хотя я там сделал презентацию, это проще мне будет. Валер, не знаю, на что нажать. Еще раз, смотри, ты на зеленую клавишу нажал? Нажал. После этого надо на тот, на тот файл, который ты хочешь чтобы мы видели, нажать поделиться, увидеть там где-то вот эту клавишу. А он у меня почему-то здесь не высвечивается. Надо, скорее всего, сначала запустить этот файл, значит, его не вывел. Обязательно. Необязательно. Не вывел. Ну, Лень, мы должны бы, если бы ты клавишу поделиться нажал, мы бы увидели твоя, твою, эту самую, экран твоего, твоего компьютера, мы его не видим. А, сейчас я, так сказать, это сделаю. Демонстрация экрана. И там где-то поделиться, пожалуйста, нажми клавишу. Поделиться, да. Вот, вот мы начинаем видеть, вот мы весь твой экран видим. Теперь ты просто работаешь и запускай ту презентацию, которую ты хочешь показать. Мы видим. Все, 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 спасибо. Понял. Вот взгляд издалека. Взгляд издалека, да, специально для Федора. Федор, вот типичный сигнал, вид сигналов на АЦП. Частота дискредитации гигагерц, это значит одна микросекунда. Вот импульсы, которые идут. Обрати внимание, абсолютно чистый, абсолютно чистый, свободный от помех, потому что состоялась система с частотой. Теперь не зря в книжке было написано, которую ты правильно цитируешь, что регистрация нейтронов одна из самых тонких диагнозов. Вот мы взяли калибровочный источник в Калифорнии 257-й. Значит, у нас стояли те же датчики, что у тебя только не 18-й, а 17-й на гелия-3. И вот сигнал нейтрон пришел 50 микросекунд. А вот мы их видели, потому что это были эксперименты о взрыве титановой фольги в соли уран. И нейтроны действительно были. Мы их видели, но неизмеримо большее количество сигналов. мы видели вот такие, которые 20 микросекунд. Но полнейтрона не бывает. Вот есть, как в любом датчике, электронная составляющая, вот ионная составляющая, вот это электроны пришли, а это ионы, дальше они приходят. вот это типичная работа датчика, который на геле 3. Вот таким образом ты сможешь отсеивать свои полезные сигналы от, не доверяя никакими там фильтрами, какими-то триггерами, ты просто видишь все и будешь это все видеть живую, да, немножко надо посидеть посчитать сколько их и других. Потому что когда я взглянул на те сигналы, которые ты представил в своем отчете, ну наводка и все. Это просто чистая электромагнитная наводка. Потому что сигнал с датчиком всегда однополярный, принципиальный, никогда не двухполярный. Если с феу, то это отрицательный сигнал, а если с датчика этих гелев, ну, зависит от того, как подсоединиться. Можно получить отрицательный, можно получить положительный. Вот это, наверное, все, что я хотел Федору показать и несколько замечаний. только теоретик может рассматривать плоский источник, как параллепепит, брать одну шестую. Федор, плоский источник это пипополам. Он половину излучает туда, половину излучает в другую сторону. Дальше смотришь телесный угол, под которым твой датчик видит эту пластину или что там у тебя было. Никаких одной шестой там нет. Чисто такой теоретический подход, желание сделать побольше. Значит, еще одна, если есть датчик, который смотрит на некую поверхность, и важно, если ты подозреваешь, что там нейтронная активность, значит, это будет запачкана нейтронной активностью. Если это радиоактивность, то вот датчик, вот стоит B, вот коллиматор, датчик видит ровно тот телесный угол, который есть, и он получает сигнал пропорциональной плотности активности. Вот это здесь принципиальный момент. Не мощности дозы, а пропорциональной плотности активности, которая спадает как единицы, вот логарифм единицы плюс отношение высоты радиуса этого круга, на который расположен. Эта формула, она есть в любом справочнике, в хорошем справочнике по дозиметрии. Поэтому те многочисленные слова, которые ты написал в своем отсеке по поводу этого, что нужно умножать на числа, вопрос решается чисто экспериментально. вот так сделать, положить его свинцовый коллиматор и посмотреть, изменился сигнал или нет. Взаимодействие нейтрона с 56-м железом. Значит, 57-й марганец не образуется. Ядро марганца устроено так, если в него попадает нейтрон, то он выкидывает протон, а потом уже сам 56-й марганец опять возвращается в 56-й железо уже с протеканием бета-распада. вот так устроена ядерная физика. Не в каждое ядро удается вставить нейтрон, чтобы оно стало на единичку больше. Вот, по частности, по 56-му железу это вот такая ядерная реакция. Ну, наверное, это все, что я хотел сказать, и это больше даже по тому докладу, который мне переслал Александр Пархомов. Еще один совет по поводу статистики. Есть замечательная книжка «Статистика отчетов Гальданского». Там еще какие-то статистики отчетов при регистрации ядерных числиц. Там все написано. Там твердо сказано сколько совпадений при такой закрутке. Чего вы изобретаете как бы велосипед? Есть достаточно твердые и понятные статаны. Ну, наверное, все. Да, еще один момент. Когда есть сомнения, что магнитные поля влияют на работу ФЭО, то такой чисто практический совет обмотать спермолой. В хороших детекторах это сделано фабрично. Стоит прокладка спермолой, таким образом она убирает внешние постоянные магнитные поля с тем, чтобы не менялись показания при различной направленности. Речь идет о магнитном поле Земли. Это эффект небольшой, но лучше от него избавиться. Ну, вот все, что я хотел сказать, а так прекрасно. Я думаю, что у них впереди еще много открытий, много неизвестного. Все, спасибо, я закончил. Спасибо. Нажми там красную клавишу у себя, чтобы снять свою презентацию. Ты нажал выключить свою презентацию, а экран чтобы ты убрал у нас. Увидь у себя там красную клавишу. Да, совместная. Все. Вот, молодец, спасибо. Валерий Николаевич, я несколько слов скажу. Спасибо огромное, Леонид Ирбекович. Вот, мы с тобой знакомы давно и вместе пытались эту тематику продвинуть в РФФИ, как ты помнишь, ездили там в Протвино, значит, на Вавилово, вот, совещание собирали. К сожалению, финансирование поднять от РФФИ на фундаментальные исследования не удалось. То, что ты говоришь, у меня, правда, связь там пропала на некоторое время, какой-то фрагмент я не слышал, но я согласен, и я не собираюсь осваивать ядерную физику глубоко, и тем более нейтронометрию, это должны делать специалисты, поэтому я тебя приглашаю вместе с оборудованием, давай померяем у нас, вот, ну, или там, где у тебя есть возможность, у нас все компактно, вот, конечно, все, все правильно, все правильно, и тут никаких обид нет, я не буду никогда дозиметристом, наш рентген, Федор, это уже общечеловеческий, а у нас тут научный семинар, значит, ты эти слова в конце еще раз можешь сказать, спасибо, Леня, у него сейчас, наверное, свет отключат, ну, вот, нам удалось его вставить, через 10 минут, ну, вот, видишь, ты правильно меня предупредил, и все здорово, у нас тут огромное количество вопросов, поэтому приступаем к обычным вопросам, ну, вернее, на самом деле, вот, Шишкин, он у нас выступающий, Саш, сейчас у нас, я Шишкину говорю, Саш, у нас сейчас стадия вопросов, а вот ты один из выступающих, ты в конце, я вопрос хочу задать, вопрос, задавай вопрос, Федор Сергеевич, меня интересует активационный анализ по железу, меди и молибдену, не могли бы вы написать реакции железа, меди и молибдена с нейтроном, при котором рождается либо тормозное излучение, либо гамма-излучение, потому что мне непонятно, какие энергии рождаются гамма-кванты, то есть, какие реакции идут, раз вы говорите... Реакции выписаны в обзоре новом, в обзоре под цифрой 1, очень подробно, скачайте, посмотрите. Я понимаю, но... Я кратко скажу, кратко скажу. Значит, вот медь, она хорошо изучена, я смотрел литературу, значит, ну, пусть дозиметрист меня поправит. Природная медь, там 63-65-е изотопы. Значит, при бомбардировке нейтронами тепловыми образуется, как ни странно, 62-й, но вот подсказали, что там может гелий вылетать, вот я думаю, что Леониду Рубековичу что-то понравится. Вот почему-то нейтроны не бомбят, так сказать, а не меньше изотопа получается. Значит, 4-й, 66-й. Периоды полураспада, там примерно 10-5 минут и 12 часов. Значит, это бета-минус распад. Появляется там бета-частица, ну, в данном случае электрон. Энергия, ее известно, с которой она появляется. Ну, есть справочники, там разные цифры, но неважно. Значит, дальше этот электрон в этой же меди быстро тормозится, это известно. Ну, и примерно то же самое получается, что в рентгеновской лампе, то есть при быстром торможении возникает рентгеновское излучение тормозное. Есть, опять же, на сайте МАГАТЭ, значит, данные о том, какое оно. И вот это тормозное рентгеновское излучение засвечивает пленочку. То же самое для молибдена. Там везде, где бета-распад идет, образуется вот это тормозное рентгеновское излучение, третичное, третичное после нейтроны. Второй вопрос. Фотосинима, где есть молибден, который, как вы говорите, активировался, почему активация идет не по площади, а только на краях, по поверхности, только краевой эффект мы видим. Как-то необычно. Очень хороший вопрос, да. Во-первых, надо смотреть проводимость молибдена, потому что там... Нет, я говорю о наведенной активности. а куда энергия-то идет от разряда? Наведенная активность, гамма-квант. Если вы активировали молибден, он понял твой вопрос, он отвечает, послушай его. Да. Активируется неравномерно, мы это наблюдали. Почему края, это мы наблюдали тоже. Почему? Ну, гипотез много, значит, надо проверять. Одна из них в том, что там легче течь стоку, потому что, ну, и соответственно разряду, потому что там края острые есть. Вот. Молибден, я не помню, какая проводимость, но у алюминия все равно выше. Федор, я уточняю, вы говорите об активации нейтронами. Нейтроны вылетают из трубки реактора. Нет, нет, они образуются на том же аноде из таблетки. То есть, унитет лежал на аноде, на аноде таблетка лежала. Вот и все. А где уж там активируется? Ну, вот это надо изучать. Получается, по краям мы это много раз видели в разных ситуациях. Почему-то по краям получаются, а не в центре. Ответ получен. И последний вопрос. Детектор РСУ-01. Какой чувствительный элемент в этом детекторе? Я могу еще раз показать слайд, где ссылка на паспорт его. Значит, ну, там написано два соединения, основа литий и фтор. Детали они не раскрывают. Я пытался... Я правильно понимаю, что СБДН-01 и датчик РСУ-01 это одно и то же? Нет. Значит, у РСУ-01 это счетчик и усилитель. А к нему есть разные насадки. Вот для регистрации нейтронов СБДН-01, для регистрации гаммы СБД-01, ну и другие у них есть. Это разные вещи. То есть, ну, грубо говоря, СБДН-01 это датчик плюс ФЭЛ-усилитель. Вот и все. Это детектор сам. Это детектор. Вот мы его по бедности, я совершенно согласен здесь вот с критикой, по бедности использовали осциллограф как счетчик. Надо было бы АЦП, вообще надо бы специалист было бы, чтобы работал, а не я там разбирался с этими программами. АЦП стоит дешевле, чем АЦП? Ну, не знаю, я вот смотрел хантеховские АЦП, они дороже. Это 20 тысяч стоит, АЦП там, значит, такого же масштаба или больше. Более того, в этом ациллографе еще и генератор есть частот, который нам тоже нужен был. Так что, не, ну по бедности, по бедности и пожалуйста, дайте нам выход на портвино или на дугну, мы сделаем. Федор, Федор, понятно, ответ понятен. Саш, у тебя больше нет вопросов, да? Все, Спасибо, но ты должен будешь еще выступить, ты помнишь, да? Да. Так, спасибо. Значит, Косарев, пожалуйста, Александр, ваш вопрос. Федор Сергеевич, обычно мы слышим об утяжеленном электроне для получения нитроподобных объектов. От вас я впервые слышу, что нужен электрон уменьшенного размера. Во-первых, что такое электрон уменьшенного размера и почему именно уменьшенного размера нужен электрон для соединения с протоном в нейтрон? Вопрос хороший. Значит, я бы, знаете, сначала бы задал быстричный вопрос, а что такое электрон? Физика-то не знает, потому что у него разный радиус, есть классический, есть кантоновский, а по квантовой механике он всю Вселенную занимает, потому что водовая футболка не имеет граничных условий. Поэтому, что такое электрон, никто не знает. Давайте с этого начнем. Это что, это точка? Это вот Родион в свое время мне такой вопрос задавал, когда я у Самсоненко докладывал, что нужен электрон с уменьшенному радиусу. Он начал там что-то. Ну вот Бычков потом сказал что-то сразу я не догадался. А что такое электрон-то? Это точки, какой у него радиус? Никто не знает. Давайте с этого начнем. Ну а дальше аналогия это меонный каталис. Там говорится о том, что при уменьшении радиуса масса растет. Вот это аналогия. Там же меончики-то маленькие, поэтому они сев там на протон, дают... Не радиус, не размер, а радиус орбиты. Ну вот я говорю, что, Анатолий Иванович, скажи, что такое электрон сначала, а потом по радиусу орбит говорить. Никто не знает, физика не отвечает. Какие-то есть верования, ничем не обоснованы. Поэтому, значит, чтобы образовался нейтроноподобный объект, условно назовем его нейтрон, нужно уменьшить радиус электрона, например. Тогда вот он компактно стягет, получится, что-то типа мезоатом, меонный каталиск. Ну и есть такая теория Милса. Она построена, кстати, феноменологически у него, но потом он заявил, что, значит, сопряженная функция к волновой функции тоже имеет физический смысл. Вот. Вот как раз мы с Леонидом Рубеговичем тогда посещали Портвино, и нам там один, значит, интересующийся Ленор рассказал вот тайный смысл. А там как раз получается тогда атомы водорода с уменьшенным радиусом, который он гидридно называл, ну, так сказать, обратные там числа. Вот. И это тоже, ну, он много очень экспериментов проводил, подтверждал свою теорию. Вот нам их не удалось в свое время подвести, когда была возможность. Петр, все-таки ты вот здесь, вот Косарев правильно педалирует вопрос. Ты путаешь две темы, и Климов об этом сейчас говорил, две темы путаешь. Размер электрона и размер его орбиты. Ты о чем предпочитаешь говорить? Нет, ну, Александр задал вопрос о том, зачем нужен электрон меньшего размера, правильно я понимаю? А не большей массы. Ну, вот, значит, что такое электрон, никто не знает. Поэтому, что такое его масса, тем более. Вот. И какой его размер. Но, если проводить аналогию вот с меонным катализом, там меон имеет массу, там в 200 раз, по-моему, меньше, чем у обычного электрона. И радиус меньше. Поэтому образуется... Большую, большую. Большую массу, большую массу, но меньше радиус. Да, да. Там они обратно пропорциональны, там чего это все, значит, выписано. И тогда, получается, маленький объект, они уже могут близко друг к другу подходить, два вот этих мезоатома, ну, соединяться там. Все понятно. Ты говоришь об уменьшении радиуса. Спасибо. Да, но именно радиус... Анатолий Климов задает вопрос. Анатолий Иванович. Ну, во-первых, Федор Сергеевич, спасибо. То есть, с каждым разом все, значит, подробности доносишь до нас все больше и больше. Вот. Но все равно, я не знаю, как все, но я вот прослушал, вопросов осталось больше, чем ответов, к сожалению. Вот один из них я хотел задать. Здесь сидит Куреленков, значит, Юра. Значит, он занимался регистрацией, значит, как раз вот метронов, значит, в своих экспериментах, когда импульсные помехи, в условиях, конечно, вот импульсных помех, значит, которые генерятся, ну, где? В самом разряде, о котором ты нам мало чего рассказал, то есть, ну, страта, один из объектов, которые способны выбрасывать вот такой электромагнитный импульс. Ведь вот эти вот, ты там что-то сказал, типа сброс какой-то электромагнитный, что за сброс? Значит, на самом деле, понятно, что излучение, это гипольное излучение или квадрупольное излучение, ну, какой-то источник должен быть, который... Вопрос, пожалуйста, Антон Иванович, вопрос. Вот, вопрос заключается в следующем, значит, ну, понятно, что вот это вот электромагнитное излучение, оно у тебя движется со скоростью света. Нейтроны, особенно холодные нейтроны, они движутся медленно, меньше, чем скорость света. Поэтому, казалось бы, вот отсепарировать, значит, по времепролетному, так сказать, принципу, то, что делал Куриленко, проще всего. Почему вот этот принцип, ты вот в основу, значит, своего, ну, по сути дела, дискриминатора, который там, вы, ну, хорошее дело, вы расширили эту программу, это я вот теперь наконец понял, чего вы там пытались сделать, так сказать, не доверяли вот этому счетчику, но вот, казалось бы, алгоритм-то, времяпролетный, ну, это уж самое простейшее, чего позволяет нам удалить ненужный шум в корзину и оставить только, так сказать, вот те объекты, которые, значит, не представляют из себя там, ну, нейтроны или нейтроноподобные объекты, так сказать. Почему вы это не в основу не положили своего подхода? Ну, сначала на первую часть отвечу. Значит, вот ты сказал, что эти выбросы энергии неизвестны, они сто лет известны, сто лет не может объяснить никто, вот месяц там попытался в 95-м году, в 1995-м. То, что о них не знаешь, это странно очень. Это электровакуумные приборы, все при определенных параметрах, начинают из разряда выбрасываться энергии, ну, в виде, значит, электромагнитных там импульсов, высокочастотных. Это хорошо известный факт, они мешают всем. Значит, почему ты не знаешь странно. А по поводу этой диагностики я уже не знаю. Надо посмотреть детали. Если вот пришлешь статью, я посмотрю, на Сергея Михайловича, конечно, в первую очередь, и, может быть, мы пригласим вас померить, если это окажется адекватным. Но я сейчас просто не очень понимаю. Мы же смотрим вот эти помехи фактически на антенне. У нас идет кабель, кабель хороший, все там заземленный, с оплеткой, вот такой толстый. И на полезные сигналы накладываются помехи. Как там время полета, так сказать, нейтрона различить и время, значит, движения этой электромагнитной помехи, это странно. Я, честно говоря, затруднил. Ну, пришли, я посмотрю. Может быть, что-то интересное действительно. Хорошо, пришли. Валера, может, два слова, поскольку я Анатолий процитировал, у нас другая была. Хорошо, Юр, это комментарий, но быстро давай, пожалуйста. Юр, у тебя связь очень плохая, очень плохая. Медленнее задавай вопрос, пожалуйста. У нас ДД нейтроны были. Их энергия 2 мева. То есть, докладчик говорит о них совсем нейтронах. Юр, мы тебя поняли. У тебя очень плохой сигнал, у тебя 2,23 мева нейтроны, а здесь 0,01 электрон вольта. Это разные нейтроны. Мы тебя поняли. Спасибо. Это самое. Я вот Анатолию Климову и вот этой дискуссии, и по вопросу Климова. Толь, у него вот этот, его шум не связан с нейтроном. Он у него все время идет. Вот в чем все дело. Ты думаешь, что шум рождается при рождении электромагнитный шум, при рождении нейтрона. У него этот шум все время. И он ему мешает. Просто общий фон. Это я так его понимаю. Спасибо Климову за вопрос. Правильно, Валерий Николаевич. То есть, даже без реакционной смеси разряд излучает вот эти. Да, 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 да. Я об этом практически и сказал. Спасибо, Анатолий. Ну, не при всех параметрах излучает. Спасибо, Анатолий Иванович, за вопрос. Игорь Буйлин, у него почему-то до конца не дописалась фамилия. Но, спасибо, Игорь, что вы вняли моим таким мольбам, таким многолетним, по сути дела. Ваш вопрос. Это не были не мольбы, а угрозы. Мой адрес. Нет, нет, это мольбы были. Как я могу угрожать? Я не могу угрожать. Вы вычеркнуты из, так сказать, фигурантов. У меня такой вопрос. Сергей Иванович, я так понял, вы большой поклонник всяких ядерных синтезов, и термоядерного, и холодного, ядерного. Правильно я понимаю? Ну я не поклонник, так и то, что УТС я занимаюсь, исторически сложилось. Я там вообще-то представитель России, по высокоэнелитическим частицам, ни много, ни мало, там пять человек от каждой страны. Там деньги платят, и он туда ездит. Это его основной хлеб. Да, это мой основной хлеб. А в Ленар я втянулся через эфир, на самом деле, и через Николая Александровича Магмитского. Он меня пригласил как раз в эту частную организацию. работа. Я стал осваивать Ленар. Но я вижу, за ним большое будущее, потому что эффекты есть, пусть маленькие там, но есть. Вот у меня вопрос как раз по этому поводу. Значит, вот в прошлый раз как раз Анатолий Иванович Климов сказал, что оказывается родоначальником и того, и другого синтеза является сахар. Я думаю, что Филимоненко оказывается сахар. Ну там получается, что проблемам по 70 лет. Но если говорить про термоядерный синтез, то масса фактов, которые говорят, что никакой термоядерной реакции вообще нет. Во-первых, не соединяется протон с нейтроном. Нет, давайте я вас перебью сразу, чтобы время... Вылетает вагонное количество протона с нейтроном. Нет, нет, я перебью вас. Не дам вам договорить, извините. Это самая реакция. Значит, в 91-м году на установке джет в Великобритании, я там в командировке в это время присутствовал, была впервые осуществлена управляемая термоядерная реакция ДТ, виноват, Д плюс Т, зарегистрированные нейтроны, альфа-четтицы, и все. Потом это было на ТФТР, сейчас уже во всем мире, значит, к сожалению, это Россия. И я занимался как раз моделированием, в том числе вот этих ядерных экспериментов и на ТФТР, значит, и до этого на джете. Ну, потому что, что там происходит внутри плазмы, это очень косвенная информация, но стоят там всякие детекторы, уж не буду вдаваться в детали. И как раз это вычислительным, в том числе экспериментом, плюс физические измерения, там подтверждено, что да, там гетеррии у третьей вариации. Значит, чтобы дальше, в конце 90-х они довели на джете выход энергии до 80% вложенный, хотя это не была установка, предназначенная для производства. Об устойчивости реакции, а не то, что там... Игорь, Игорь, это не относится к теме нашего доклада. Давайте не уходить в сторону. Значит, реакция там длилась 30 секунд, потом они довели там до минуты где-то. Да, кстати, один разряд на джете стоит 100 тысяч, ну, на тот момент 100 тысяч долларов стоил. Значит, по моим расчетам проводились как раз термоядерные эксперименты. Значит, одна компания, ну, не знаю, десятки расчетов. Да, и там, значит, было как раз подтверждено по предсказанию вычислительно. Даже обнаружилась еще одна реакция термоядерная, которую раньше не учитывали. Так что эта тема просто замылена в прессе. Значит, никому это не нужно, новые источники энергии. Игорь должен быть запущен, но просто это на мой конек, так сказать, я сел. Должен быть в 15-м году запущен. Сейчас уже в 25-м вряд ли запущен. По поводу Хиаса, я в прошлый раз тоже задал вопрос по поводу теории Роберто Сталинга, Центелли, Климовый. И он сказал такую вещь, и меня она удивила, я думаю, многих тоже, что они проводили, по-моему, рентгеновское облучение вот этих якобы получившихся новых элементов, и они распадались на составляющие. То есть, это никакие не элементы, а это просто новая химия, какие-то химические соединения хитрые, которые этими самыми датчиками определяются, спектрографами определяются, как будто это новое вещество. Вот. То есть, получается, есть масса факторов, которые говорят, что никакой синтеза ядра не идет. Неужели вы вот этого не слышали, не знаете, а если слышали, то каково ваше мнение? Да, конечно, я слышал. Поэтому я и поставил вопрос, что это нейтроны или нейтроноподобные. Объяснил, почему мне представляется, что это нейтроны. Значит, по поводу измерения я тоже высказывался. Ну, хорошо, вот показывают, во-первых, спектрограммы. Я уже говорил, ну, оптически, я уже говорил, откройте Википедию, в любом элементе практически все цвета радуги. Как они различают? Значит, что, почему на спектрограммах нет основного носителя, там, допустим, азота, если это делается в газе, там, в воздухе, или кислорода, там, или аргона, где они? Почему показывают какие-то там кальций, генитро, значит, или там никель, или еще что-то, электрод никеля. Поэтому вот эти все измерения, они очень сомнительные, и я-то как раз их в положительном плане рассматриваю, но если вы сделаете доклад, а я вот тот доклад, который делал 15 лет, ну, если понимать, вы... Ну, я вас выслушаю, я к вам буду проживать и отношусь к вашему вопросу. Я делал в Курчатовском, и там по поводу измерений довольно жестко выступают. Поэтому вот то, что здесь рассказывают многие докладчики, когда у них там проценты там изотопа, изотопов, значит, даже просто по 8 мл на нуклон, они там искрепилятся все. Там 10 порядков различия. Как это так? Это что за... А с вами я тоже согласен, что может быть это какие-то промежуточные элементы, но надо это достоверно устанавливать, а не какими-то там оптическими спектрами. Ведь огромное количество диагностик элементного состава от хорошей жизни, потому что каждая плохо работает. Работает возможно. А вот тут разлагалось. Понимаете? Не может железо... Игорь, у вас ужасный микрофон какой-то. Нет, а с чего вы взяли, что оно разлагалось? Ну это Климов так сказал. Климов, я сам тут... Ну а что Климов? Я тоже слышал от него, но нужно эксперименты проводить, нужна точная диагностика. Вот. Вполне они могут... Я вот, например, от Владимира Львовича знаю, он тоже, так сказать, к Ленуру приложился в свое время. Вот. И там большой коллектив работал. Во-первых, очень много химических реакций там. Вот для вашего сведения, я тоже давно узнал, оказывается, водород с кислородом соединяется, когда, ну вот эта гремучая смесь, там 20, около 20 реакций идет, из них, которые... Многие из них малоизучены. Вот. Поэтому здесь очень много вопросов и что там образуется, как мерить, нужны. Так же, как вот ко мне претензии, я их принимаю, что нужны более точные измерения. А вот к утверждению нетронуты еще не такая необычная вещь. Они вообще-то в природе тоже появляются. А здесь надо еще более точно, раз так радикально, что какие-то элементы химические, таблицы Менделеева образуются, неустойчивые, это надо еще более радикально проверять, чем наши результаты. ответ понятен. Игорь, спасибо за вопросы. Я хочу сказать, что вот раньше у вас был очень хороший микрофон, а теперь какой-то очень плохой микрофон. Вот я лично половина слов выпадала, вот на моем, по крайней мере, компьютере. Но, тем не менее, спасибо. Вопросы правильные. Значит, Евгений Егоров. Евгений Иванович, пожалуйста. Так, ну, во-первых, спасибо за доклад. Во-вторых, понятно, что вы разработали, ну, достаточно новый метод регистрации чего-то, скажем, нейтронов. не пробовали вы вещества, которые экранируют процессы, которые идут в вашем ТНЛТ приборе. Ну, а что вы понимаете по словам экранируют? Ну, снижают резкую интенсивность потока этих вот частиц, которые там образуются. Ну, мы боремся за то, чтобы поднять поток. Вот если там без таблетки или какая-то смесь не та, просто их нет, ну, фон там видим и все. То есть, боремся не за то, чтобы снизить, а за то, а то пробовали следующее. Нет, вопрос, я понял ваш. Нет, такой вопрос вы просто не ставили и как следствие... Нет, нет, ставили, ставили, сейчас надо вспоминать по ходу. Значит, мы брали кадминовые пластины, кстати, кадмий ядовитый, в Википедии можно написать, надо аккуратно с ним работать. Ну, и ставили между детектором, правда тогда рентгенометром, значит, и реактором, ну, вот наблюдали изменения. Я сейчас не буду говорить, какое там было изменение, но потом брали чего-то сбором, вот, какую-то там, такую типа пакли, вот, то есть пробовали, пробовали, медью закрывали, пробовали увидеть изменения. То есть, грубо говоря, электромагнитная волна должна была проникнуть, а вот какие-то частицы не должны, ну, или поглотиться, нейтронная часть должна проникнуть. И выводов из этих экспериментов вы никаких не сделали по эффективности, скажем, вот этих экранов. Ну, Кадми, как известно, мы тоже увидели, что тепловые нейтроны, он лучше поглощает, значит, уменьшается потом. К сожалению, тогда вот этого не было комплекса, ПК, мы не могли только по косвенному, по рентгену, ну, совсем косвенный рентген, там, или активация. А вы какие-нибудь предложите, может быть, сейчас? Я предлагаю я предлагаю с максимизацией градиентов, так сказать, поливертерного потенциала, то есть, это должны быть вспененные вещества, типа вспененного свинца, вспененного титана, то есть, это вещества с огромной поверхностью, с максимизацией количества переходов, скажем так. Ну, ожидать уменьшения потока нейтрона, да? Ну, уменьшения, конечно же, потому что там и странное излучение, на мой взгляд, сидит, они, так сказать, все биологически активны, и вот наибольшую опасность, на мой взгляд, представляют вот эти вот компоненты. Я еще вспомнил, свинец мы пробовали, ну, в общем, все, что было, но не вспененный. Нет, нет, откуда вспененный? А там вспенка должна быть, чтобы он максимизировался. Нет, я говорю, что, с удовлением, за свой счет проводится все. Ответ, ответ, вопрос. Спасибо большое. Вопрос правильный, ответ получен. Могу сказать, что вот то, что он называет вспененный, это вещества с огромной поверхностью, это давно предлагает Шишкин, и мы это тоже используем, у нас немножко другая логика, и я советую, Федор, использовать вещества, любое вещество, например, шелуху от семечек, например, ну, как пример, чтобы понятно было, чем больше поверхность, тем лучше. Так, значит, Пархомов, Саша, это выступление или за вопрос? Я уже могу на выступление. Хорошо, все, тогда, Саша, перед тобой я еще один вопрос задам. Тут был человек по фамилии, значит, его фамилия Пауль Вайсман, я даже не пойму, из какой он страны, пишет по-русски, значит, хотя он и Пауль Вайсман, но, видимо, из Германии, откуда-нибудь, ну, по-русски говорит, пишет прекрасно. Вот его вопрос, я зачитываю. Было ли сравнение различных сенсиляторов и ФЭУ по эффективности? Вот его вопрос. Разные, разные сенсиляторы, Федор, использовали или нет? Потому что при одной и той же интенсивности потока есть еще собственная, собственная чувствительность сенсилятора и вообще всей системы. Да, совершенно верно. Это как-то использовали? Нет, нейтронный только один был, вот, Сергей Михайлович, его, так сказать, кстати, его отсоединить от РСУ-01, это была огромная работа, значит, без документации, без всего документации нет, не достать ее, значит, надо было разбираться в электронике. Значит, только один пробовали, оренгеновские, два, по крайней мере, это тот БДГ, советский еще, в хорошем состоянии, и блок нейтронный, блок гамма-детектора, тоже сенсиляционного, от РСУ-01, значит, там такой прилагается. Но тот, пока не раскурочили напрямую подсоединить, смотрели только автоматически. Вопрос абсолютно правильный, значит, это надо сделать, будет, значит, на что сделать? Да нет, но это целая деятельность для целого института. Конечно, конечно. Это понятно, так? Я вам больше скажу, от способа крепления таблетки зависит, вот вы делаете вроде одинаковые, а не одинаковые не получаются, так не старайся, от способа крепления ее, канода, значит, зависит эффективный выход на нейтрон. Ну, видишь, ты нам даже какие-то тайны, это конструктивные тайны. Нет, одна тайна, я говорю, что каждый может начать пробовать, одна даже не тайна, а ноу-пау, это вот как создать устойчивые страты. Вот это вот пока рано, может, через какое-то время расскажем, вот, остальное все спрашивайте, я по возможности отвечу. То есть у вас процесс называется, начинается, когда страта появилась, да? Да, да, именно в нее, вот на частотах звуковых электромагнитной волны накачивается энергия. То, что она появилась, это значит, что в ней уже есть энергия, но она ярче светится. Значит, физика это не объясняет, стоячие страты, я еще раз подчеркиваю. Поэтому, если кто-то исследователь, экспериментатор не принимает, что есть эфир, не надо браться за эти эксперименты, за их там обсуждение и прочее. Без этого не получится. Понятно. Юр Куриленков, у тебя вопрос или выступление? Да, да, нет, у меня вопрос, вопрос. Тогда перед Пархомовым коротко вопрос. да, да, во-первых, спасибо докладчику. Вот я хотел отметить мастерство докладчика безносительного содержания, ясный доклад, и это очень приятно. Вопросы, у меня первый вопрос совершенно ликбезовский, окончался в другой семинаре, я начало слушал плохо. Вы не могли бы повторить определение, что такое двойниковая граница у вас? Двойниковая граница в начале была. Юр, давай сделаем таким образом, я отвечу. я тебя познакомлю с человеком, который автор этой идеологии, и он тебе все это подробненько расскажет. Второй вопрос. Второй вопрос. Да, значит, вот в начале доклада было сказано, я только два слова вставлю, что это идеальный разлом кристалла, идеальный, где вот есть идеально гладкая, условно говоря, граница, но это так совсем грубо. Да, хорошо. Второй вопрос следующий. В начале доклада у вас прозвучала такая мысль, вот или много рентгена, или много нейтронов бывает. Вот не могли бы вы пояснить, в каких ситуациях о чем идет речь? Ну, не совсем так. Некоторые генерируют больше рентгена, а некоторые больше нейтронов. Да. Таких экспериментов было несколько штук, вот смесь была одна сделана, и мы просто от нее отказались, перестали дальше использовать. Там в основном рентген шел, и вот эти рентгеновские пленочки засвечивались так, как положено. А в какой смеси конкретно это было? Вот это сейчас я не могу сказать. Ну, у нас был большой коллектив, значит, каждый работал своим делом, и был человек, который делал эти смеси. Я только название ее помню, «Черные шарики», и где-то у меня образец наверное сохранился. А так, значит, мы подбирали по электроотрицательности. Я уже это озвучил, думаю, это всем будет полезно. Мы подбирали по электроотрицательности, значит, рентген может появляться из-за того, что холодные нейтроны сразу там поглощают в таблетке, никуда не вылетают, и идут вот эти вот бета-распады, торможения. А может и напрямую. Короче говоря, не исследован вопрос, ответить не могу ничего толку. Спасибо, Юр. Валер, Валер, у меня последний микровопрос. А все-таки какие-то предположения по поводу того, почему вот у вас происходит активация по краям молибленовой таблетки, вот каких-то гипотез не было, не было. Почему именно по краям? Вот, мне кажется, это очень интересные эффекты, может быть, здесь ключ поднимать. Да. Чего-то. Если с точки зрения теории циклотронного эфирного резонанса, она очень простая, она возникает в любой среде, где много, где, значит, вихри долго могут существовать. Ну, вы возьмете ложечку и в кастрюлю толкайте ее в нужный момент, там, в воду, вы разгоните ее, да, это в любой среде. Вот, только здесь, значит, электромагнитные волны используются для, подталкивания. А там возникает радиус вращения. Вот. Нужно магнитное поле. Я об этом рассказывал вот в докладе летом, подробные в обзоре в этом есть, под номером один. Под номером один нет, наверное, значит, это книжки с Бычковым, там, раздел. Значит, нужно магнитное поле. Возникает аналог лорморовского радиуса. И он там такой, что, в общем-то, по краям трубки там все крутится. Вот. Это одна из гипотез. А другая гипотеза, связанная с проводимостью. Таблетка сама, значит, она имеет, ну, толщину одинаковую не сделаешь, где-то лучше, где-то хуже. Края острые. Где течет электричество больше, туда вот, видимо, это на качественные энергии больше поступает. А это по краям почему-то. Когда таблетки есть, кстати, когда, ну, визуально это видно. Ну, вот, точного ответа нет, надо исследовать, и правильный совершенно вопрос. Ответ. Спасибо, спасибо, Юрий. Еще раз спасибо, еще раз спасибо вам большое за доклад. Юрий Сергеевич, здесь, наверное, надо рассматривать. Володь, подожди, подожди, Володь, я дам тебе слово, но чуть-чуть попозже. Я вот в данном случае хочу сказать, что любая поверхность имеет разрыв химических связей, и, значит, она имеет другой потенциал. Не обязательно там должны быть какие-то вихревые токи и прочее. Просто потенциал поверхности в любом материале, в любом, так сказать, полупроводнике, проводнике, это совершенно другая область по энергетике. Спасибо. за замечание, оно совершенно правильное. И, значит, ну, и вот у нас были заказные авторы, один был, уже выступил, это Уруцкоев, и вот сейчас второй автор, это Пархомов, Александр Георгиевич. Саш, пожалуйста. Ну, что сказать. Ну, Федор Сергеевич провел многочисленные экспериментальные исследования на очень интересной установке. К сожалению, понять, что же это такое, мешает то, что автор, подобно Андрео Роси, не дает ее детального описания. Но, из сказанного, можно понять, что основными элементами установки является газорядная трубка, работающая в особом режиме, и таблетка массой полграмма, с алюмогидридом лития, борогидридом натрия, никелем, и некоторыми другими веществами. Ну, я в своем сообщении буду опираться не только на сегодняшний доклад, но и на предыдущие доклады, и на припринт, который вот нам Федор Сергеевич предоставил вниманию нашего сообщества. Ну, что обнаружено? Действительно, проделана очень большая работа. Ну, во-первых, обнаружено потемнение рентгеновской пленки, если между реактором и пакетиком с пленкой разместить слой меди или железа, а без такого без размещения потемнения нет. Вот это очень любопытно. Второе, потемнение рентгеновской пленки на удаление от реактора при действии на пленку медных пластин, облученных на реакторе. Третье, регистрация импульсов от синсуляционного гамма и рентгеновского, а также нейтронного блока радиометра и детектора на основе гелия-3. Скорость счета на расстоянии 10 сантиметров активной зоны доходила до 1000 импульсов в секунду. Четвертое, при использовании синсуляционного радиометра обнаружена высокая скорость счета от медных пластин, облученных реактором. Пятое, при этом радиометры на основе счетчика Гегера не обнаружили заметного превышения над фоном около работающего реактора. Шестое, около установки наблюдаются явления, вызываемые странным излучением. И, наконец, седьмое, обнаружена более высокая скорость роста температуры в месте расположения таблетки с реакционной смесью по сравнению со скоростью роста без таблетки. На этой основе сделан расчет избыточного тепловыделения около 10 ватт. Так как в область расположения таблетки подводилась мощность примерно такой же величины, сделана оценка КОП около двойки. Но если сопоставить 10 ватт избытка с полной мощностью потребляемой установкой 120 ватт, получится КОП примерно 1,08. В рамках этого выступления нет возможности обсудить надежность такой оценки. Но допустим, что избыток и в самом деле около 10 ватт и он связан с лент процессами. Конечно, 10 ватт избыточной мощности это немного по сравнению с сотнями ватт и киловаттами, которые удается получить на ряде других установок. Но ценно, что установка имеет наружную температуру близкую к комнатной. Это очень удобно. Хотя таблетка с рабочим веществом, насколько я понимаю, разогревается до температуры порядка 100 градусов по цельсию, а в газовом разряде температура вообще несколько тысяч градусов. Ну, и докладчик пришел к выводу, что обнаруженные эффекты связаны с тем, что в установке генерируются тепловые или даже холодные нейтроны до 10 восьмой степени нейтронов в секунду. Эта цифра приводится в припринте. Но сегодня речь шла о 2000 нейтронов в секунду. если действительно если взять цифру порядка 1000 нейтронов в секунду, то отпадает вопрос о активации медной пластинки. Такие плотности потока совершенно будут недостаточны для активации. Ну, наблюдалось нечто похожее на активацию, так что предположим, что действительно реактор испускает вот 10 восьмой степени нейтронов в секунду. Ну, посмотрим, что такое 10 восьмой нейтронов в секунду. Излучение такой интенсивностью соответствует плотность потока на расстоянии 1 метр 1000 нейтронов на сантиметр в секунду. Это в 100 раз больше допустимого уровня для профессионального персонала. Если это и в самом деле нейтроны, радиационная опасность очевидна. Но если это 10 в третьей, то этот вопрос снимается. Ну, предположим, что 10 восьмой все-таки. Когда на расстоянии 10 сантиметров плотность потока получается 10 пятой нейтрон на сантиметр в секунду. Это достаточно для образования наведенной радиоактивности. Ну, и в самом деле наблюдалось воздействие облученной меди на рентгеновскую пленку и на синтезионный счетчик. Однако здесь настораживает то, что амплитуда импульсов соответствовала энергии до 20 киловектрон вольт. Тогда как медь 65, которая должна возникать при активации меди тепловыми нейтронами, дает при распадах бета-плюс и бета-минус излучение с энергией до примерно 600 киловектрон вольт и гамма-кванты с энергиями 1,34 и 0,511 мэв. Если бы был использован гамма-спектромет и он бы показал наличие таких гамма-квантов и снижение скорости счета соответствующей периоду полураспада, вопрос с нейтронами был бы решен однозначно. А пока это не сделано, остается повод для сомнения. Теперь посмотрим, что такое энерговыделение 10 Вт, связанное с ядерными процессами. Если принять, что в каждом акте ядерных преобразований выделяется 1 МФ, для энерговыделения 10 Вт нужно примерно 10 в 14 степени ядерных реакций в секунду. Выходит из реактора, по оценкам Федора Сергеевича, 10 восьмой нейтрон в секунду или даже меньше. Увязать эти сильно отличающие цифры можно, предположив, что лишь ничтожно малая часть ядерных превращений сопровождается излучением нейтронов. Можно также предположить, что ядерные превращения связаны именно с нейтронами, а их относительно малое число на выходе установки связано с тем, что они почти все поглощаются внутри установки. Но тогда появляется проблема жесткого гамма-излучения, которая возникает при захвате нейтронов любых энергий, любыми нуклидами. Например, железо при захвате теплового нейтрона выделяет в среднем 2,5 гамма-кванта с энергией до 10 мэв. Кадми дает около 4 гамма-квантов мэвных энергий. Литий-6 и Борт-10 поглощают тепловые нейтроны с образованием альфа-частиц. Но эти процессы сопровождаются излучением гамма-квантов. Поэтому если бы энерговыделение 10 ватт было связано с нейтронами, установка выделяла бы порядка 10-14 степени жестких гамма-квантов в секунду. И мы бы не смогли сегодня заслушать доклад Федора Сергеевича ввиду его безвременной кончины. Итак, лишь очень малая часть ядерных преобразований в установке ТЛНТ можно связать с нейтронами. Ядерные процессы внутри реактора вызваны чем-то иным. Разумно предположить, что наблюдаемые явления вне реактора связаны с этим же действия нейтронов. Но отличие этого агента от нейтронов не только в том, что инициируя ядерные трансмутации или трансформации, как говорит уважаемый Лурцкоев, он не возбуждает ядра, что приводило бы к излучению жестких гамм. Другая особенность в том, что он включает ядерные преобразования два и более ядер одновременно. в отличие от нейтрона, который реагирует с одним ядром. Только коллективным характером холодных ядерных трансмутаций можно объяснить огромное многообразие возникающих новых нуклидов, обнаруживаемые во множестве разнообразных ленр-экспериментов. Теперь о детектировании. В процессе холодных ядерных трансмутаций не возбуждаются ядра. Иначе было бы жесткое излучение. Но возникающие новые элементы имеют искаженные электронные оболочки. Понятно, что переход к нормальному состоянию связан с излучением фотонов, в том числе рентгеновских, что мы и наблюдаем в опытах с реактором ТЛНТ и во многих других лендерных элементах. Амплитуды сигналов, регистрируемых с инфляционными детекторами, соответствуют энергиям от сотен электрон-вольт до примерно 20 кэф. Это как раз соответствует фотонному излучению при нормализации электронных оболочек в новых нуклидах, образующихся в том числе и в материале детектора. Можно понять о реагировании на этот агент нейтронных детекторов, настроенных на регистрацию альфа-частиц при поглощении нейтронов литием или бором. В этих веществах альфа-частицы возникают не только при действии нейтронов, но и в результате ядерных трансмутаций. Например, литий-6 взаимодействует с литием-7 образует альфа-частицу и бериллий с выделением энергии 15 мэр. Бор-10 взаимодействует с бором-11 образует альфа-частицу и кислород с выделением энергии 19 мэр. Эти продукты ядерных трансмутаций дают импульсы большой амплитуды в детекторах, содержащих бор или литий. Так что эти детекторы, они не вполне возможно, что они не нейтроны регистрируют, а регистрируют эффект от трансмутации, которые происходят непосредственно в этих детекторах, в веществе этих детекторов. Ну, теперь о детекторах, которые не реагируют на этот агент, о счетчиках Гейгера. Металлические стенки счетчика Гейгера не пропускают рентгеновские фотоны низкой энергии, а в разреженном газе плотность вещества недостаточна для многоядерных процессов. Поэтому счетчики Гейгера не реагируют на агент, излучаемый Леннер установками. И вообще показания счетчиков Гейгера вблизи Леннер установок практически не отличаются от естественного фона. Это лишний раз подтверждает отсутствие жесткого захватного гамма-излучения, на которое они бы непримерно среагировали. И еще раз указывает на отсутствие нейтронов. И, наконец, об активации. Я уже отмечал, что вам придутся сигналов, регистрируемых с инсуляционными детекторами при действии активированной меди, соответствуют энергиям от сотен электрон-вольт до примерно 27 килоэлектрон-вольт. Это явно не то, что должна давать активированная медь. Регистрируются не бета-частизы с энергией до 600 килоэлектрон-вольт и гамма-кванты с энергией 0,511 и 1,34 мегаэлектрон-вольт, а рентгеновское излучение, возникающее при нормализации электронных оболочек новых нуклидов, возникающих в результате холодных ядерных трансмутаций. Таким образом, еще раз продемонстрировано, что процесс ядерных трансмутаций в облученных материалах не останавливается после выключения реакторов. На это уже указывали Климов, Урускоев, это наблюдали Щербак и Чижов. Ерменинко на протяжении нескольких лет наблюдал постепенно затухающее воздействие на фотопленку пирамического фрагмента никель-водородного реактора. Длительное продолжение процесса трансмутации после пребывания образцов в реакторах или около реакторов один из удивительных феноменов, связанных с холодными ядерными трансмутациями, которые необходимо иметь в виду при поисках объяснения Леннер. Еще раз я напомню, что, помимо прочего, при поисках объяснений необходимо учитывать то, что для протекания холодных ядерных трансмутаций водород не является обязательным, хотя и энерговыделение при использовании водорода является наибольшим по сравнению с другими элементами. Почему-то вот эти материалы, то, что водород не обязателен, опубликовано уже во многих статьях и в материалах наших конференций и последней и предыдущей конференции, но как-то вот на это народ мало обращает внимания и продолжает строить теории, основанные на необходимости использования водорода. Ну, в заключение я хочу еще раз поблагодарить Федора Сергеевича за доклад и проведенные многочисленные очень важные экспериментальные исследования, разработанная им установка является ценным инструментом для излучения холодных ядер с трансмутацией, но не как источник нейтронов. То, что там нет нейтронов, красноречиво говорит отсутствие захватного излучения. Это аргумент неубиваемый. Как говорится, против лома нет приема. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Георгиевич. Федор, сейчас по ключевым вопросам только. Не нужно отвечать, у нас еще тут люди. Нет, очень важно Валерий Николаевич, иначе потом замыльется, потому что здесь, ну, либо, значит, уважаемый наш коллега не разобрался в том, что там написано, либо умышленно какие-то факты перетасовывает. Я хотел бы на это обратить внимание просто, потому что выводы у него слишком необоснованные. Вот, во-первых, откуда вы взяли, что в следующем разряде тысячи градусов? Ну, сколько там градусов, скажите? Нет, а вы скажите, вы сейчас сказали, что у меня температура электронная, температура, значит, ионная, они разные, ну, будут заказаны. Ну, какая? Вот, вообще-то первый факт говорит о том, что вы либо не знаете, либо не знаете. Исходя из того, что втлеющий разряд производит свет, можно уже из этого судить о том, что там высокая температура. Ну, понимаете, такими заявлениями вы перечеркиваете все остальные свои аргументы. Я вам скажу, что мы мерили, во-первых, температуру там, и на таблетке она 100 градусов, это экстремально, обычно там 40-30 градусов. Все эти есть замеры. В прошлом разряд все известно, 1000 градусов там никогда не было, так что вот это заявление я бы его делал. На стенках, конечно, нет. Не на стенках, а мы мерили и тепловизором, так сказать, и другим. Ну, ладно, я думаю, что об этом... Вот, смотрите, мы подводили, поскольку установочка компактная, мы подводили термопару прямо к каноду, их электроду изнутри, снаружи, в двух миллиметрах фактически от разряда. Ну, эта термопара здесь совершенно непригодна. Ну, я говорю, это заявление, потому что они перетеркивают весь ваш длинный заклад. Но это еще не все, я не закончил. Значит, второе, вы в своих экспериментах утверждаете, что у вас там, ну, скажем, одна сотая процента новых элементов образуются там или изотопки. Правильно? Это значит 10 в 20 элементов, ну, 10 в 23 плотность, возьмем там какая-то, 10 в 20. Умножьте на 8, там, 5-8 мэф на нуклон, и вы получите энергию, которая испепелит, значит, 10 в 30 мэф, ну, 10 в 23 мэф. Она испепелит не только вас, так сказать, но и все окружающее. Вот. А ядерную физику никто не отменял. Значит, химические элементы изучены, значит, наклонность. У нас получается, вот это то, что я делал, 10 в 10, 10 в 10, это от 10 в 23, там, ну, 10 порядков, там, 13. Поэтому цифры разумны. И вот эти 10 десятые объясняют двойку КПД по типу. Ну, и то, так сказать, не хватает там 10 десятых. Ну, я думаю, что... Ну, послушайте, я вас выслушал, выслушайте меня, потому что вы очень серьезный вывод сделали, вот, поэтому серьезный ответ сейчас и получите. Вот два аргумента я вам сказал. То есть, вы неправильно меряете. Я о своих измерениях ничего не говорил. Речь, А я говорю, что у вас все не тринно... Ну, не надо привлекаться, я вас выслушал. Вы говорили в докладах, не о чем этого. Вот, дальше, 10 десятый. Посмотрим, вы говорите там опасность там и прочее. У нас рождаются холодные нейтроны. Опасность, когда у вас нейтроны летят там, мэрные и прочее, вот тогда опасность от больших. Ничего подобного. Подобного, они не долетят до вас. Конечно, ну, вам надо лучше знать вот эти... Вы не понимаете, что у нас есть тент ослабления. Быстрые нейтроны имеют биологическую эффективность 20, а тепловые нейтроны имеют биологическую... Валерий Николаевич, давайте по порядку. Высушил, я бываю, все равно очень опасно. Старфу не потерял, теперь вы внимательно меня выслушили. Федор, Федор, я же тебе говорил, что не надо сейчас выступать, а ты все-таки бросился, а теперь ко мне. Валерий Николаевич, было сказано фактически следующее. Ваше измерение, эксперименты неверны. Вот что было сказано. Да, и ты об этом... И ты на этот... И ты на этот аргумент ответишь через пять минут. Ну, хорошо. Через пять минут. Спасибо, Александр Георгиевич, спасибо. Значит, ну, вот, должен и Шишкин выступить, но он куда-то... Я готов. А ты тут. Давай, пожалуйста, Саш. Ну, я по образованию и физик, физикозащита и дозиметрия, поэтому... Нет, все-таки, Валерий Николаевич, мне кажется, ты неправильно делаешь, сейчас замылится все. Дайте мне еще... Мне не замылиться, я этот вопрос... Я хорошо запомнил вывод Пархомова. Нет, я тебе его напомню. Представь, нас будут смотреть люди. Они услышат Пархомова, меня не услышат, выключат. Услышат, услышат, услышат. Не надо. Давай, давай, пусть Шишкин скажет. Давай, Тедр Сергеевич, я по образованию инженер-физик, физикозащиты и дозиметрия. Двадцать лет проработал в этой отрасли как ведущий дозиметрии стоя я, Объединенный институт ядерных исследований. Вот, поэтому, когда слушал ваш доклад как экспериментатор, то мне многие ваши... В вашем докладе было непонятно, потому что вы кое-что неправильно формулируете, кое-что упускаете и, скажем так, не очень корректно относитесь к понятию, какие же реакции происходят с веществом, нейтроны с веществом. Вы не привели ни одной реакции, поэтому все ваши доводы, они построены на не на неких подсчетах. Но, что могу сказать? Ваш реактор генерирует вот это неизвестное излучение является, судя по вашему докладу, чрезвычайно опасным для биологических объектов и аппаратур. Но доказательств рождения нейтронов я не увидел. Первое. Очень много импульсных помех. Второе. Значит, ваш детектор нейтронов, который не на протонах отдачи работает, как вы сказали, а он реагирует на альфа-частицы при захвате литиями шестым нейтрона. Так вот, сигналы на осилограммах похожи на фальшивые сигналы, которые предоставил Леонид Ребекович Руцкоев. То есть, они похожи, но так как вы их не калибровали, то это фальшивые сигналы от нейтрона. Второе. Измерения с помощью активационных детекторов ничего не доказывают, потому что они абсолютно некорректны. Об этом сказал Александр Георгиевич Пархомов. Рентгеновские пленки, к вашему сведению, также врут. Я в течение 10 последних лет проводил эксперименты с рентгеновскими пленками. У меня их накопилось около тысячи штук. И я получил и черную гайку, и краевые эффекты, и так далее, и тому подобное. Я могу их объяснить, но только не активации, как вы утверждаете. Особенно краевые эффекты, потому что если бы была активация молибдена или активация меди, вы бы видели не краевой эффекта, вы бы видели почернение поверхности. Дальше. Отсутствие гамма-излучения при захвате нейтронов это ну стопроцентное, тысячепроцентное доказательство, что там нейтронов нет. Вот. То, что вы при облучении медных пластинах получаете следы на рентгеновских пленках, также ничего не доказывает. Этот эффект около десяти лет назад обнаружил Шахпаронов Иван Михайлович. Он их объяснял рождениями и захватом медных польк монополий Козырева Дирака. То есть мы опять говорим о неизвестном излучении. Поэтому я вам советую все-таки учиться ядерной физике, но вот не так поверхностно, как вы, а все-таки более серьезно. Но, тем не менее, экспериментальные факты, которые вы привели, очень интересны. Они дают новую пищу для разрушения. Спасибо. Спасибо. Шишкину. Федор, я почему? Я просто знал, что Федор, что Шишкин будет примерно то же самое говорить, что и Пархомов. У них сходное образование, поэтому тебе удобнее будет ответить обоим. Но у нас тут еще Чижов хочет. Давай я отвечу, потому что... Давай ответь, хорошо. Вот сейчас ответь. Я напомню, Федор, подожди, Федор, подожди. Я тебе напомню, основной аргумент и Пархомова, и Шишкина. Это, если есть нейтроны, то должны быть захватные нейтроны. Нейтроны, захваченные ядрами. А если есть нейтроны, захваченные ядрами, то должно быть очень мощная гамма. У тебя его такого нет. Вот их основная... А кто сказал, что его нет-то? Кто его сказал? Наоборот, я там и в брошюре писал, что оно есть и усиливается и амплитудой, значит, ну и частота, много мелких. Кто его сказал? Мы просто не мерили очень большие, но мы видели, что они усиливаются. И кто сказал, что нет? Это вот все их заявления на этом построены. Как журналисты делают тезис неправильный, а потом на него опираются, логику развивают. У вас же написано, что счетчики Гегера у вас практически не реагировали. Счетчики Гегера не реагировали. А какой у них порог срабатывания? Вы знаете, какой поток нейтронов? Мы знаем. Причем здесь нейтронов? На гамма они очень-очень... Гамма, они 100%... Это очень грубый прибор. Это когда уже смерть приходит, значит, тогда... Петр Сергеевич, вы ошибаетесь. Значит, очень высокий порог срабатывания по энергии и все это известно. Значит, гамма потом у нас реагировали. Я про это не писал, что они не реагировали. Есть видеосъемка, когда ДП-5В, знаете, такой... 50К, значит, он показывал отклонение там от фона в разы. Значит, потом использовался Гарин, Гарин, счетчик Гегера. Он тоже в некоторых случаях увеличивал там показания в два раза. Поэтому вы неправильно, значит, свои утверждения неверные на них делаете. в два раза должно быть. А если пошло захватное, то у вас он вообще захлебнулся. Валерий Николаевич, отключите микрофон. Я выслушал молча. Хотя меня поливали, так сказать, по-всякому, на фальшивом основании. Значит, дальше, следующее. Какие рентгеновские пленки вы использовали? Это вот к вам вопрос. Я использовал рентгеновские пленки, которые применяют медсанчасти. Вы использовали дентальные пленки, насколько я понял. А я использовал непосредственно рентгеновские пленки, которые используются при съемке на рентгеновских аппаратах людей. Очень чувствительные, потому что доза облучения для того, чтобы просветить человека, должна быть крайне маленькой. Поэтому пленки рентгеновские, используются такие же чувствительные, как дентальные пленки. Хорошо, я удовлетворен ответом. Значит, дальше, вы упрекаете, что я не знаю, какие процессы там в детекторе идут. Я не знаю. Я доверяю специалистам из Протвенова. Почему же вы считаете, что... Из Дубны. Они тестировали в бетонном помещении с источниками. Я из Дубны. Я живу в Дубне. Я работал в Дубне. Ну, съездите в Протвеново, вот встретитесь, это продукт. Подождите, я вам говорю. Ну, не перебивайте меня, дайте мне договорить. Вы неправильно говорите, полностью неправильно говорите. Ну, полностью неправильно. В Объединенном Институте Ядерных Исследований. Точка. Градуировочная... Вы знаете того, что я знаю. Я 20 лет проработал в этой области. Саш, подожди, Саш, подожди, пусть все так договорились. Не, я вам не советую осваивать там другие специальности. Я полагаюсь на те публикации, которые есть, на опыт специалистов, значит, с которыми я работал. Они не все бестолковые, так сказать, в этой области. Значит, и может и повыше квалификации, чем вы. Поэтому не нужно вот говорить, что я что-то должен освоить, должен там это самое. Я освоил то, что мне нужно. Остальное я беру из публикации, значит, и из сведений о специалистах. А то, что вы утверждаете, что вы... Я вас приглашаю, придите к нам и измерите, раз вы такой специалист. Придите со своей аппаратурой, измерите все. То же самое я не думаю, что я предлагаю. Ответ получен. Нет, еще не все. Теперь я, значит, дальше перехожу к предыдущему уступающему. Значит, вопрос тоже хотел задать. Какая, значит, гамма-кванты выделяется доэтериевой третьевой реакции? Когда доэтерий плюс тритий соединяется, значит, какие там гамма-кванты? Кому вопрос? К вам, к вам. Какое это имеет отношение вообще к тому, что я говорил? Мы сказали, что во всех реакциях должен рентген выделяться. Вот я вас одну реакцию ядерную привел. Вторую приведу. Гелий-3 плюс нейтрон. Какой энергии там гамма-квант выделяется? А где у вас в установке вот эти вещества? Вы утверждали, что во всех реакциях должно быть сильное гамма-излучение. Я вам две назвал. Назовите мне, какие там гамма-кванты. Федор, он не так сказал. Смотри, вот сейчас дискуссию. Пархомов сказал, что есть так называемые захватные нейтроны. Так? Вот. они не все нейтроны будут захвачены ядрами, но они есть всегда в каком-то проценте. И если они захвачены, то будет обязательно возбуждаться ядро, и после этого будет испускаться мощный гамма-квант. Вот о чем он говорит. Да, мы регистрировали мощные гамма-кванты и усиления, но мало. Ну, тогда вот, значит, доклад не очень... Валерий Николаевич, вот послушай, дальше, значит, какая фальсификация. Вот утверждается, у нас там 120 ватт вкладывается, это действительно так, поэтому ТПД, значит, низкое. На самом деле это не так, там 70 ватт примерно уходит на насос вакуумный. Ну, я об этом не писал, при принципе, потому что рано было говорить о том, что там вакуумный разряд. Вот, и вообще этот разряд можно просто в запаянной кобле, так сказать, делать и все, и КПД там будет большой. Но это так, к слову. Значит, дальше утверждается следующее про бета-распад. Я говорил, что всегда, что медные пластиночки засвечивают рентгеновскую пленку, это третичный эффект. Это изотопы меди распадаются, бета-распад образуется протоны, позитроны и электроны, ну, бета-минус в основном там, значит, они быстро тормозятся, и вот это слабенькое излучение, 10 в пятый фотон за 24 часа, вот посчитайте, сколько, чем вы это измерите, какими приборами, у вас, конечно, ничего не покажут. Они засвечивают более-менее нормально вот эту пленочку. То же самое вот к последнему докладчику, что что он там мерил-то? Вы хоть мерили там 72 часа, например, на рентгеновских пленках излучение, 10 в пятый фотон? Я не уверен, потому что вы такие... Я мерил 36 часов. Очень хорошо, а я 72 мерил, при том, что моллибор всего 35 минут находился в реакторе, а мог бы второй суток находиться, поэтому там маленький засвет. Короче говоря, вывод такой, что, да, ну, еще коэффициент ослабления, я вот твердил, твердил там много раз, коэффициент ослабления, то есть, конечно, рассчитана интенсивность реактора как точечного источника, поэтому то, что Леонид Арбекович говорил, там всякие эти поправки, это все есть, но не до этого. Значит, 10 минус 4, то есть, если рождается, там я не говорил про 10 минус 8, это экстремально, 10 в 3, 10 в 7, вот в этом докладе я говорил, значит, 10 в 7 на 10 минус 4, коэффициент ослабления, сколько у вас получится? Значит, вот как раз и получится то, о чем бы говорить, что этому можно верить. Вот и все. То есть, все ваши аргументы несостоятельны, и вывод о том, что мы не видим ни трона, ни обоснованных. Все, спасибо за внимание. Так, спасибо. Значит, вот у нас два выступающих. Володя, Владимир Чижов. Володь, пожалуйста, быстро только, мы уже 3 часа тут заслушиваем доклад. Чижов, Володь. Ага, у меня, значит, ну, первый вопрос. Вопрос или выступление? Это выступление, но я с вопроса начну. Федор Сергеевич, а когда вы начали заниматься своей работой вот колебательную систему изучать? Эфирную? Или какую? Ну, вот эту вот, по Ленеру. Вот эту установку, когда вы создали? А, ну, эта установка, вот, которая сейчас ТНЛТ, это буквально, там, не знаю, 2,5 года назад, может быть. До этого был Стратостат, но это совсем другая установка. Там Ленера мы, в общем-то, не изучали особо. Вот это свежие результаты, надо их обдумывать. Вот к этому, наверное. Ну, это не совсем к этому. Дело в том, что я в ноябре 19-го года делал доклад в МГУ по поводу Ленера. И я упор делал как раз на колебательный процесс, который я чувствовал термопарами. вот там у меня четко прослеживался, так сказать, ну, сигнал, который он показывал, что да, что-то такое есть серьезное. Потом я сделал, убрал переменную составляющую изодромного регулирования, и я пошел на постоянный ток. То есть мне нужен был чистый процесс еще сравнить. И у меня все процессы просели на порядок. То есть если у меня колебания достигали там для боргидрида натрия и алюмогидрида лития, они разные были. Боргидрида натрия это порядка у меня там до 120 даже градусов, если там в милливольте перевести вот эти вот прыжки были, то тут у меня там до 30 были градусов, это совместный процесс был, но частота их была больше. И когда я сделал постоянный ток, у меня так сказать процессы эти убрались практически. Ну, постоянный ток, все-таки один процесс у нас колебания был. Вот эти прыжки все по милливольтам, они уменьшились на порядке. И я сделал вывод, что надо использовать, искать частоты, на которых, то есть я сделал вывод, что система боргидрида натрия и алюмогидрида лития чувствует электромагнитные колебания. вот вот именно из этого я исходил, что при постоянном токе у меня уменьшились намного-много меньше эти колебания стали. Вот, и я четко это дело доложил тогда, что, так сказать, надо заниматься и изучать электромагнитные частоты. Что вы сейчас и делаете? Я не думаю, что вы не слышали этого доклада, вот, и еще один момент, что боргидрид натрия впервые исследовал я, и по рекомендации Аллы Александровны Корниловой, которая мне дала даже этот состав бурый, такой, очень чистый, и сказала, вот, Володя, еще интересно посмотреть вот эти вот вещи. Я это исследовал. В ваших докладах вы не затронули вопрос, ни огургидрили натрия не затронули, но это как-то некорректно, Федор Сергеевич, вы знали об этом, тем более Сергей Годин там даже выступал на этом докладе, что вы что-то там неправильно делали. Я понял, Владимир Александрович, ну давайте, время подходит к концу. Так что, Федор Сергеевич, давайте себя вести корректно. Да, Владимир Александрович, давайте вы ведите себя корректно, у нас был совместный доклад еще в 2018 году, раньше, чем тот, о котором вы говорите, где я рассчитал частоты, в том числе звуковые, совместные с вами. Почему вы про него забыли какой-то более поздний, что вы там частоты увидели? Это первый момент, так что некорректно вы себя видите. Второе, значит, то, что колебания вы увидели, я ссылаюсь в брошюре, почитайте внимательно, под номером 1 в докладе, я на вас ссылаюсь, что вы увидели колебания, что, значит, лен сопровождается именно колебаниями регистрированием на термопаре. Это ваш результат, я на него ссылаюсь. Про бургидрид натрия, ну, извините, если вы хотите себе это приписать, или корнил, с этим давно работают, вы что, не знаете, что про это? Я узнал, это не от вас про бургидрид, а узнал от человека, который в первой команде был, который работал с Ратисом еще 15 лет назад в большом проекте по Ленар, значит, они тогда уже его использовали и смесь искали. Поэтому не надо, не надо, ваши заслуги никто не умоляет, но обвинять меня в том, что я не корректно вы себя ведете. Я вас на докладе сегодня раз пять вашу фамилию назвал, если не больше, потому что вы действительно сыграли важную роль в формировании вот этой теории Ленар на двойниковых границах электроотрицательности. А моя важная... Федор, Федор, ответ ты дал на замечание Чижова. Володь, ты тоже сказал в основном все, что ты хотел. Вы обменялись мнениями. Спасибо, потому что время идет. Баранов, Дима, пожалуйста. Включи микрофон. Все, включил. Слышно? Сейчас слышно, да. Алло. Слышно, слышно, давай, говори. Который нам был разослан перед этим выступлением, было сказано, что медь, активированная рядом с реактором, оставалась активной в течение более чем нескольких суток. Это очень важный результат. Вот я хочу его прокомментировать. ну, и вопрос по нему еще подпадать. Важно это потому, что такое длительное излучение из ближайших изотопов меди, которые могут быть получены путем каких-то там преобразований, может быть только медь 67-я. то есть из 65-й меди может быть получена седьмая медь, у которой период полураспада 60 часов. И вот она может быть источником такого излучения, которое идет от пленки. седьмая радиоактивная ... Дим, Дим, у тебя очень плохой интернет, суперплохой. Дима, у тебя очень плохой интернет, суперплохой, поэтому извини, я тебя отключаю, отключаю. Ты, я своими словами скажу, о чем ты хочешь сказать. Вот. Дело в том, что, ну, Дим, извини, у тебя очень плохой интернет. Ты не слышишь. К сожалению, Баранов не слышишь. Я вот, я сейчас, я сейчас скажу, что он хотел сказать. Дело в том, что 67-я медь только имеет период полураспада. Мы с ним обсуждали эту тему. Это его, его, как бы, соображение. Я за него скажу, у него совершенно не работает интернет. Значит, 67-я медь, вот она, у нее период полураспада длительный, когда несколько суток, вот только о ней можно говорить. А 67-я получается из 65-й. Вот, вот, каким образом это все происходит. От 65-й до 67-й, извините, 2, 2, эти 2 атомные единицы нужно добавить. Таким образом, Дима хочет сказать, Баранов, что здесь не просто нейтронное облучение, а здесь облучение либо динейтроном, двойным нейтроном, либо частицей неизвестной, которая имеет 2 атомные единицы. Вот, что он хочет сказать. К сожалению, у него интернет. И вот это Федору нужно взять на вооружение, это соображение, потому что это полностью также отменяет обычный нейтрон. Спасибо, Диме Баранову, за замечание. Дмитрий Сергеевич, спасибо вот за интересную мысль. Я буквально тоже несколько слов прокомментирую. Ну, во-первых, медь, которую мы брали, это некоторый сплав, пластинки, которые используются там для покрытия крыш. Что там помимо меди, значит, это известно только тем, кто ее отливал. Поэтому тут нельзя так однозначно утверждать, что обязательно 67-я. Там могут быть другие. Потом через трое суток, то, что я писал, еле заметная засветка. То есть, речь идет о том, что за трое суток попала там, ну, не знаю, 10-5-й это сильная засветка, там слабенькая, но 10-2-й нейтронок за трое суток. Эти гамма-квантов, торможениями. Вот, поэтому тут какие-то выводы делать, ну, я бы не стал. Вот, а очень важно то, что вот вы обратили внимание, я это как-то вскользь подчеркивал, что мы на МИДе наблюдали и рентгенометром БДГ, и рентгеновскими пленочками периоды полураспада. Вот именно, значит, 62-я это 10 минут примерно, 64-я это 5 минут, и вот это усиление, ослабление, ну, то, что нейтронокационный анализ на самом деле мы делали таким примитивным способом. И плюс 66-я, то есть мы видели через 10 минут примерно спад вот этих показаний на радиометре, на время разное облучали пластиночки вот эти рентгеновские пленочки, и поэтому я и говорю, что они ведут себя по периоду полураспада, как должны вести, значит, изотопы меди, получившие нейтрон. Вот и все. А то, что там могут быть иди нейтроны, и еще что-то, я совершенно не возражаю, и бозоны Хиггса, и хварки с дробными зарядами, ну, что-то по непридуму. ты зря так вот смеешься, я бы вот эту идею ди-нейтрона рекомендовал взять на вооружение. Абсолютно верно. Или какой-то частиц. Я согласен, Валерий Николаевич, согласен, но давайте все-таки сначала оперировать сведениями ядерной физики. Да, ну, вот ты сейчас добавил нечто, потому что в том, о чем ты говорил, никаких, никакой четкости в снижении вот этого, так сказать, интенсивности излучения, которое свойственно для полураспада, вот ты только сейчас добавил. Это важно очень. Спасибо. Я про Молитен сказал вот в докладе. Да, да, ну, спасибо. Ты только сейчас добавил докладе. А про МИТ только сейчас явно. В докладе этого не было. Спасибо. Это на видео сняты, кстати. Послушаем Година. Вот очень важно. Это один из авторов. Добрый день всем. Или вечер. Я хотел добавить немного информации относительно рентгеновских пленок. Вот тут Шишкин Александр Львович упомянул их. Значит, тут есть такая особенность определенная, что эти пленки действительно очень чувствительные. И мы проверяли их чувствительность с помощью источника рентгеновского излучения с переменным напряжением. В общем, чувствительность сохраняется вплоть до 15 кВт. То есть, эта пленка способна регистрировать очень-очень низкоэнергичный рентгеновский фотон. Ну, впрочем, так же, как и высокоэнергичный. Потом, значит, было найдено, что есть бракованные коробки. Просто вот открываете коробку, а там уже частично эти пленки засвечены. То есть, нужно эти опыта делать очень аккуратно. И еще одно интересное сведение, которое, ну, я не знаю, я Федору Сергеевичу говорил, это как бы я наблюдал. Если брать две пленки, сложенные вместе, вот, чтобы избежать как бы ошибок, связанных с порчей этих пленок, то я брал две пленки, сложенные вместе, да, и экспонировал от той же медяхи или от Индии. Что интересно, на этих пленках получался разный рисунок. вот это как бы необъяснимо, но это экспериментальный факт, поэтому я хотел его доложить. Вот, можно много еще сказать про регистрацию нейтронов. На самом деле, мы здесь с Федором Сергеевичем спорим, да, что реальные ли это нейтроны или нет, да, я больше склоняюсь к тому, что это нереальные нейтроны, это что-то другое, похожее, скажем, на нейтроны, да, на счет Сергеевич меня убедил, что нейтроны всякие бывают, да, поэтому будем говорить о нейтронах холодных. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Если, конечно, есть какие-то вопросы, я могу более подробно по технике ответить. Спасибо, спасибо Сергею Михайловичу. Это очень важное дополнение. В принципе, вот эту же идею вчера в обсуждении, когда мы готовились с Барановым к этому вот к этому сегодняшнему вебинару, высказал также Дима Баранов о том, что засветка засветка пленок может происходить не только от рентгеновского излучения. Совершенно верно. Она может происходить и от других причин. И это также очень важное соображение и о нем только что сейчас сказал Годин. Поэтому вот это еще один аргумент Федору о том, что надо институт создавать для того, чтобы это явление исходило до конца. Федор, подожди секундочку, я закончил. Значит, друзья, у нас уже мы 3 часа 15 минут говорим, хотя аудитория огромная, тем не менее. Значит, доклад вызвал интерес. Я не буду высказывать своих соображений, чтобы тут не запутывать. Но в основном все сказано и теперь мы слово дадим Федору для того, чтобы он всех нас поблагодарил еще раз за участие. Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто внимательно изучил эту брошюру, доклад и все это обстоятельства и хотел еще раз обратить внимание, что не все утверждения, которые были сделаны, они соответствуют истине и поэтому выводы на основе неправильного утверждения нельзя делать. Никаких, неверных, неверных. Разговор Сергея Михайловича к добавлению хотел отметить. С рентгеновскими пленками вот этими дентальными много работали. Смотрели их там чувствительности к ультрафиолету. А вообще, да развини, я тебя перебью. Я тоже хотел с дентальными пленками работать и мы даже работали. Это маленькие такие вот, маленькие такие, размером там 3 на 4 сантиметра. Где ты их проявляешь? А проявлять их надо, это мне сказал человек, который проявил не одну сотню таких, работавший с РАТИСом. Значит, они очень интенсивно занимались этой проблемой. Хорошие смеси придумали, но рецепт там, значит, делали те, кто уже мало доступен. Короче говоря, я могу ссылку тебе прислать, Ergonom X, где я покупал. Вот. Потому что в современных стоматологиях, в современных уже нет аппаратов проявлений. Вот в чем проблема. А, ну, пленки удавалось купить. Значит, что я хотел обратить внимание с этими пленками? Вот Сергей Михайлович сказал, действительно, они могут быть испорченными. Вот по, что ли, недальновидности мы их хоронили сначала, ну, где-то в 2-3 метрах от реактора. Вот. И они оказались как бы лучом пронизаны. То есть, представьте себе, пять пленок примерно, вот как бы одним лучом. Все испорчены. Вот. Затем, конечно, могут быть, они облучены, когда там таможню проходит, рентгеновские аппараты какие-то, с чего что угодно. Но самое важное, что в самых ответственных экспериментах мы всегда проявляли контрольную пленочку, которая была чистенькая абсолютно. Это вот все снято на видео, значит, на фотографии. Поэтому то, что они засвечиваются не порчей, это вот с большой вероятностью установлено. Но порча очень интересная. Сергей Михайлович вот не отметил, это, хотя это мы видели много, бывает, что они портятся на реакторе аж до такого желтого цвета. То есть, это означает, что портится уже рентгеночувствительный слой, который, и более того, чуть ли не прожигает там подложку вот эту, значит, пластиковую. То есть, видна ее деформация. Вот. Может, это и не нейтроны, кто это знает. Но пока вот мы же можем сколько угодно фантазировать, значит, что это может быть. Пока кроме нейтронов никакого объяснения нет, не фантастического, так сказать. Вот. Но еще раз всем огромное спасибо за внимание к докладу, за вопросы, много очень конструктивных, мы обязательно задумаемся. Вывод Валерий Николаевич уже озвучил. Нужна, конечно, большая какая-то организация, лаборатория, которая бы вот эти все эксперименты аккумулировала, все наши разногласия, так сказать, непонимания устранила и вывели бы нас. Ну вот, на источник нейтронов других я просто не вижу пока. Источник нейтронов еще. Спасибо огромное. Спасибо, Федор Сергеевич. Друзья, на этом мы заканчиваем. Следующая наша встреча будет 29 марта. У нас доклад, по-моему, будет доклад Иванова. Иванова будет доклад 29 марта. На этом мы заканчиваем. Спасибо огромное всем. Валерий Николаевич, можно одну фразу? Пожалуйста. Обрати внимание, пожалуйста, на вот последнюю публикацию мою. И это связанное с темным водородом, который вот в журнале вот последнем нашем по конференции. Хорошо, хорошо. У меня есть теперь. Ну да, вот Федор купил, купил это. Он один из трех не пожалел полторы тысячи рублей и купил. Ему слава и хвала. Ему слава и хвала. Все остальные. Валерий Николаевич, подожди, дай о Лаверде все-таки сказать. Я должен отметить очень высокий уровень вот этой публикации. Я знаю, что такое подготовить книжку. Вот те, кто делал, огромное им спасибо. Еще я отметил, что здесь цветные иллюстрации. Это вообще очень дорогое дело делать в каком-то журнале раскрученном. Это полторы тысячи долларов одна стоит цветная картинка. Поэтому вам огромное спасибо. Очень важный материал. Так что молодцы. Спасибо. Федор понимает. Он много книжек опубликовал уже. И он в этом понимает. Заплатил за эту книжку известный вам человек, но я его не буду озвучивать, его фамилию. Но вы легко можете догадаться. А редактировал в основном, я это сто раз говорил, редактировал Саша Пархомов. Он специалист в этом классный. Поэтому такая книжка получилась хорошенькая. Друзья, спасибо еще раз всем. До новых встреч. Всем спасибо. До свидания. Субтитры Продолжение следует...